Добро пожаловать на канал Невроза Мегаполиса в Ютьюбе. Мы сегодня будем говорить 2 часа о всей симптоматике вегет, засудистой дистонии, панических атаках, симптомах различных, терапии, ошибках, ответа на вопросы, исправление ошибок. В общем, я постараюсь в эти 2 часа с лишним уместить всё то, что необходимо знать любому человеку, который столкнулся с диагнозом ВСД, панические атаки, с диагнозом ОКР, депрессия, невроз, остеоневротический синдром, кардиологический тип, неврологический тип, неважно. Понятно, да? Значит, это важное очень будет занятие. Я приветствую всех, кто в эти выходные и в День города, по-моему, у нас сегодня День города, если не ошибаюсь, так или иначе, суббота, многие пытаются с летом попрощаться за городом на шашлыках. Я рад, что вы смотрите сейчас онлайн и приветствую тех, кто будет смотреть это в копии. Значит, как я уже говорил, мы будем сегодня обсуждать самые острые и самые важные темы, посвященные психотерапии неврозов и вегетососудистой дистонии. Прежде чем мы начнём, немножечко информации, значит, кто не подписан на мой канал в Телеграме, я вам искренне рекомендую это сделать, потому что каждый день в канале Телеграм я делаю аудиопосты, иногда какие-то текстовые зарисовки. Вот у меня вчера была пятница, у меня по пятницам 10-12 человек, ну, по-разному бывает, в основном 10, да, соответственно, вот несколько человек говорили, что Инстаграм это действительно очень хорошая такая напоминалка, да, заключающаяся в том, что, сейчас одну секундочку, значит, Инстаграм заключается, напоминалка заключается в том, что вы действительно очень неплохо пользуетесь этими аудиоподкастами, которые напоминают вам о ваших ошибках, поэтому кто не подписан в Телеграме, плюсики сейчас поставьте, кто не подписан, я вам рекомендую подписаться. Это не сложно, это всего лишь навсего Телеграм, канал в Телеграме, вы просто добавляетесь и вы будете слушать, когда у вас будет время, моё, значит, моё гундошенье по поводу паники, неврозов, упражнений, ведения дневников, исправления ошибок, какие-то мысли, размышления, вот кто не подписан, сейчас плюсики поставили, да, Телеграма нет, ну, надо установить, в этом нет ничего сложного. А теперь поставьте восклицательные знаки в том количестве, сколько, кто подписан и кому нравится, от единицы до десяти, давайте рейтинг небольшой сделаем, кто подписан и кому нравится, восклицательный знак один это плохо, десять это супер, я так понял, что никому не нравится, десять, о, спасибо, спасибо, я действительно каждый день стараюсь записывать много подкастов, спасибо, ребят, смотрите, клёво, очень приятно это видеть, на самом деле, потому что когда ты каждый день стараешься выдавать контент в аудио формате, каждый день, смотрите, какие показатели, круто, действительно, подписывайтесь в Телеграме, это несложно и там же архив сохраняется, имейте это в виду, то есть вы можете прослушать подкасты, даже если вы подписываетесь только сейчас, и это небольшая проблема, ребята, пожалуйста, кто присутствует, знатоки, скиньте ссылку, пожалуйста, сейчас в чат, как канал Телеграма, потому что я не готовил этого, я вообще технически не очень продвинутый, в отличие от моих партнёров по Ютьюбу, я вообще не очень продвинутый товарищ во всяких технических штуковинах, я занимаюсь хорошо своей работой, консультированием и считаю, что мне заниматься только этим, поэтому я не умею, как это сделать, мне нужна ссылка, чтобы кто-то скинул в чат сейчас трансляции, скиньте активную ссылку, которую можно кликнуть, чтобы ребята, кто сейчас хочет, действительно, вот спасибо тебе, Саш, большое, спасибо, вот ребята, помогли мне, скинули ссылку, пожалуйста, перейдите, подпишитесь на Телеграм, послушайте потом и так далее, ссылки заблокированы, да, как это сделать, наверное, а вот всё, я разблокировал, всё, разблокировал, ссылки активны, ура, я вот научился, работает, да, видео нету, перезайти в комнату, если видео нету, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на канал в Телеграме, действительно, это очень полезно, поэтому в наушники оденете и будете слушать подкасты, вам действительно понравится, потому что это действительно очень клёво, запись будет, да, значит, давайте начинать, потому что для новичков, кто только попал на канал Невроза Мегаполиса, им хочется с нетерпением узнать ответы на вопросы, поставить Телеграм, можно поставить и на компьютер, можно, где ссылка-то? Видите, вот так мы живём, мы вот так живём, ссылка чуть выше в количестве аж пяти штук, где ссылка-то, мне тут лечить, говорит, хотят, и чё надо делать, по ссылке надо перейти? Нет, это слишком надо напрячься, поэтому нет, вы давайте мне это, сразу установите всё, вот, да, значит, дневники поры от обязательно написать ручкой или пальцем в телефоне, вообще рекомендовано, конечно, ручкой, пальцем в телефоне не рекомендовано, поэтому пишите лучше первый месяц хотя бы ручкой, да и вам одного месяца ручкой будет достаточно, если вы делаете всё правильно. Значит, ну что, вот это единственное, что я хотел вам на самом деле сказать, всё остальные какие-то новые видео на канале Невроза Мегаполиса в Ютьюбе вы прекрасно видите, спасибо за просмотры, спасибо за лайки, на канале в Телеграме вы меня прекрасно слышите, да, в общем, собственно говоря, в Инстаграме вы смотрите на мои селфи, много обсуждаемые в интернете, в этом, в ВКонтакте вы что-то читаете, смотрите, получаете актуальную информацию, ВКонтакте вы можете написать моему директору Татьяне в личку и записаться, вы можете позвонить по телефону, телефоны есть на сайте безневроза ТВ, в общем, в принципе, по-моему, сейчас сделали так, что вот уже стало доступно понять, как меня найти и что надо сделать, да. Ну что же, давайте начинать. Я когда задумывал сегодняшний вебинар, я его задумывал как двухчасовую лекцию с ответами на вопросы, но ответы на вопросы я бы хотел классифицировать, да, подождите писать, нет, я бы хотел классифицировать их по четырем основным таким пунктам, что ли, чтобы те ребята, кто будут смотреть в Ютьюбе, чтобы они не запутались, потому что если мы сейчас в разнобой, согласны же, да и вам тоже надо, чтобы информация усваивалась системно, если мы сейчас будем просто отвечать хаотично два часа на вопросы под названием что, где, когда, я думаю, что у вас у всех голова закипит, вы выйдете и скажете, блядь, что это было, столько информации, он что-то на всё ответил, но я нихрена не поняла. Вот, чтобы такой штукенции с нами не произошло, я предлагаю классифицировать. Давайте классифицируем вопросы по четырем группам, которые я тут себе накидал. Первая группа вопросов касаемо симптоматики, только симптоматики. Чешется, зудит, колет, ноет, ёкает, прыгает, я не знаю, там, пугает и так далее. Сейчас, подождите, вторая классификация вопросов – это причины и поводы вообще к неврозам. Что такое неврозы, как они классифицируются, чем они опасны, чем они очень опасны, чем они не опасны, что грозит и так далее. Четвёртая классификация вопросов – это методики терапии. Как выбрать методику, с чего начать, алгоритм, на что следует обратить внимание при диагностике, при выборе терапевтического метода или сочетанных форм терапии. И четвёртый блок – это ошибки, которые допускают наши клиенты, пациенты, как хотите. И ответы на вопросы именно по ошибкам. Поняли, да? То есть, я предлагаю именно вот так классифицировать нашу сегодня с вами работу. Несмотря на то, что большинство людей будут смотреть записи, им будет удобно смотреть эту лекцию, чтобы они понимали, что мы сначала идём по симптоматике, потом к причинам, поводам неврозов, потом мы приходим к методикам и так далее, да? И потом мы в конце подытожим по исправлению ошибок, по исправлению каких-то недочётов, которые часто встречаются в терапии. Вот. Что ещё, прежде чем мы начнём? Я примерно знаю вопросы, которые вы будете задавать, и предлагаю вам сейчас сделать следующее. Не писать сейчас хором вопросы. Я вот прочитал четыре блока. Я сначала вам расскажу самые популярные и самые частые вопросы по первому блоку по симптоматике. И вполне возможно, что я отвечу на 80% ваших вопросов. А потом в конце первого блока я скажу теперь дополнительные вопросы, и я на дополнительный вопрос отвечу. Потом я расскажу о самых популярных вопросах и заблуждениях по поводу причин и поводов. Потом вы зададите вопросы. Давайте вот так. Потому что если я сейчас просто скажу, пишите вопросы по симптоматике, 200 человек напишут 300-400 вопросов, это будет трэш. Согласны? Поэтому я предлагаю, чтобы я сначала начал. Вы мне можете в комментариях подсказывать какие-то акценты, которые вы бы хотели раскрыть в том или ином освещаемом мной вопросе в данной ситуации. Ну, а я уже сориентируюсь. Хорошо? Согласны? Окей, оби. Ну и, собственно говоря, наверное, последнее перед началом. Вы все помните, что в понедельник мы начинаем пятый сезон. Это онлайн занятия из любой точки мира. Пять недель, два раза в неделю. По понедельникам в 20.00 по Москве онлайн. Вот точно так же, в такой точной комнате ведутся занятия. Только у вас будет свой там пароль. Соответственно, если вы хотите не просто изучать информацию и слушать лекцию, как сегодня, а хотите учиться именно применению когнитивно-пуденческой терапии, гештальтерапии, интегративной терапии, Роджерса, Бека Элиса и так далее, Фрейда и так далее. Все это вот в такой синергии к самим невротическим случаям. Вот тут уже добро пожаловать 11-го числа на пятый сезон. Я знаю, что здесь есть ребята, которые были на каких-то из сезонов. Я знаю, что многие из них рвутся на пятый. И напомню, что тем, кто у нас участвовал в разных сезонах, есть скидки. Вот смотрите, видите, как они позитивно относятся. Значит, людям нравится. Значит, там действительно есть то, что следует повторять. То есть, когда ко мне приходят люди со словами, а почему у вас 30 или 40 человек пришли со старых сезонов, значит, неэффективно. Я говорю, да нет. Просто понятие эффективности терапии, она такая, пластообразная. И ребята, которые участвовали в одном сезоне, после сезона понимают, что им хочется еще. И им хочется еще и понимать, и работать, и понимать, и работать. Это, наоборот, прекрасный показатель. А вот если бы люди уходили бы и не возвращались, это было бы совершенно по-другому. Поэтому те, кто был на предыдущих сезонах, у вас скидка 3 500 все это стоит. Поэтому, соответственно, приходите с Татьяной, связывайтесь. В понедельник мы уже... Симаков, ты-то точно, блядь, придешь. Ну, 100%. Это мой коллега, который делает для вас, собственно говоря, все вот эти баннеры, сайты, в общем-то, занимается технической частью. Вот этот человек в солнечных очках, это он. Ему все претензии. Вот, да. Поэтому, собственно говоря, вот так. Поэтому давайте, если кто хочет приходить, приходите. Кто еще думает, почитайте сайт красиков-онлайн.рф. Антон, напиши, пожалуйста, сайт ребятам в чате. Вот ты появился, спасибо тебе большое. Напиши, пожалуйста, ссылку на сайт пятого сезона, и мы начнем. Очень жду доску. До 11 сентября. Потерпите, пожалуйста. Ладно? И мы начинаем. Сейчас Антон напишет ссылку, чтобы вы ее там сохранили в закладке или куда-нибудь, чтобы потом вы не потеряли. Но она, в принципе, вряд ли потеряется. Она везде есть. Вот Антон никак не может написать красиков-онлайн.рф. Напишите кто-нибудь. Я вас очень прошу. Красиков-онлайн.рф напишите. Антон очень занят. Видимо. Возможно. Ладно, давайте попробую это сделать. Красиков-онлайн.рф. Вот. А не работает. А как сделать так, чтобы работало? Ребят, я говорю, я очень плохо разбираюсь в этой истории. А как сделать так, чтобы ссылка работала? Как вы делали тогда рабочие ссылки? Вот это что-то не рабочая ссылка. Ну, неважно. Короче, вы поняли. Красиков-онлайн.рф, да? У меня улучшилась потенция после тренинга. Слушай, ну, прекрасно. Много у кого чего улучшилось после наших сезонов? Я по секрету хочу вам рассказать. Я не делаю акцент на сезонах, на терапии, именно вот локальных каких-то паник. Мы делаем акцент на терапии самого невроза. И по секрету, пятый сезон, в нём будет очень много интегрировано гештальт-подхода. Имейте это в виду. В нём будет очень много интегрировано именно про чувства. Про чувства, про эмоции. В нём будет очень много интегрировано истории про подход именно гештальт, про подход именно про эмоции, про осознанность, про контакт. Так что, кому, собственно говоря, хочется, то, пожалуйста, милости просим. Ну, в общем, вы поняли, красиковонлайн.рф, пожалуйста, приходите на пятый сезон, это действительно очень полезно. Пять недель, два раза в неделю, онлайн, копии будут вам высылаться, будут высылаться каждый, через день после занятий и так далее. Долго сказал, кому обратиться, смотрел много людей у нас в Казани, очень много людей в Казани, да, но я думаю, что у вас больше всего ресурсов, чем... Про ресурсы я вчера говорил в Телеграме, послушайте ролики вчерашние в Телеграме, я говорил много про ресурсы, если хотите, я сегодня об этом расскажу поподробнее. Что такое ресурс и на чём основана терапевтическая помощь, хотите сразу прям, ну, с места в карьеру. Потому что я вчера в Телеграме это ребятам рассказывал, я видел, что многие послушали, но давайте, наверное, с этого начнём, а потом пойдём к симптоматике, к первому блоку, окей? И сразу для новичков и вообще сразу для тех, кто не в курсе, что такое мировая психотерапия, чтобы просто без иллюзий, да? Не каждый человек может быть психотерапевтом. Оказалось бы, дипломированный человек с высокими дипломами, вот с этими всеми регалиями и так далее, и тому подобное, может быть совершенно неэффективен для человека. А её подруга на кухне будет эффективна. В чём заключается секрет и в чём заключается такая вот специфика психотерапии? Когда человек попадает в душевную сложную ситуацию, потеря близкого, например, смерть родственника, расставание с кем-то, гневротические расстройства, связанные с повышенной тревогой, с повышенным чувством безвыходности, с внутренними конфликтами, которые потом преломляются в страхе за собственное здоровье, как я сегодня вам буду рассказывать. На чём основана психотерапия? Психотерапия основана на ресурсе терапевта, на который может опереться пациент. Что такое ресурс? Ресурс – это личность самого терапевта. Именно личность. Чтобы терапевт зашёл своему клиенту, грубо говоря, и был про него, терапевт должен стать для клиента личностью. И вот здесь возникает много таких аналитических моментов, кого видит пациент в терапевте. Как правило, это мужские фигуры или материнские, или отцовские фигуры. Но в лучшем случае старший брат, старшая сестра. То есть клиенты, у которых проблемы с самооценкой, у которых проблемы с уверенностью, им очень важен терапевт, который для них является метафорой опоры уверенности. Тот самый папа авторитетный, тот самый авторитетный брат, та самая авторитетная подруга, мама. Но это не просто человек, с которым хочется поболтать. Вы все ходили к нашим коллегам, и вы понимали, что вы к кому-то приходите или смотрите видео, и вам ему пожалеть хочется. Вам прям хочется расплакаться. Расплакаться, сказать, блядь, ну ты не грусти, у тебя всё получится. Ну ты не переживай. Да, а это не ресурсная тема. Поэтому психотерапия – это всегда заряд определённого ресурса. Это всегда на уровне такого прям вот авторитета. Это не директивная авторитетность, где ты приходишь к дяденьке авторитетному, он тебе говорит, что делать. Нет. Это ресурс, который передаётся пациенту для того, чтобы он начал изменяться. Вот это очень важно. Потому что если вы придёте к терапевту, который не даёт вам ресурса, а вы просто сидите в кабинете, или слушаете лекции, которые пересказывают какие-то учебники или контент с Ютуба, в лучшем случае вы покиваете глаз, скажете спасибо за информацию, я поняла. Но это не инсайты психотерапии. А психотерапия – это всегда про ресурс, который вы берёте у своего терапевта, и используете методику терапии на основании этой опоры на этот ресурс. Всё понятно? А поскольку все неврозы основаны на комплексе неполноценности и определённых потом последствиях, то чтобы исправить эти комплексы, чтобы справиться в работе над собой, требуется сильная опора в виде консультанта или ресурсного терапевта. Именно поэтому психотерапевты такие потом часто вымотанные, потому что мы отдаём именно эмоциональный ресурс в личной терапии или в групповой терапии. А есть мои коллеги, которые занимаются образованием. Это не ресурсная психотерапия, это образование. Ресурсный терапевт – это тот терапевт, который очень много ведёт частной практики. У которого частная практика в клинике, частная практика в частном кабинете, групповая частная практика и так далее. Это годы частной практики. Это постоянное повышение года частной практики. Вот этот момент очень важный. Тогда ты прокачиваешься как терапевт для ресурса. Когда ты просто, простите, говорящая голова в Ютубе про панические атаки ВСД, как вы сами уже понимаете, ресурсов там нету. Там есть просто грамотное повторение контента с грамотным интернет-маркетингом, за что им огромное спасибо. Но очень важно понимать, что нужно опираться на ресурс именно по работе с самой самооценкой. Но про ресурс мы ещё сегодня поговорим. Поэтому, забегая чуть-чуть вперёд по поводу выбора, здесь очень важно понимать, что выбирать своего терапевта надо будет вам отталкиваясь именно от ресурса. Именно от того ресурсного состояния, в котором вы находитесь после терапии или в процессе терапии. Не путайте образовательный контент в Ютубе или в книгах с терапией. Это не терапия, это информирование пациента на первом этапе его терапии. Да, информирование важно. Вы можете пройти информирование в Ютубе, вы можете пройти информирование в книгах. Нет никаких здесь нюансов. Просто надо понимать, что неврозы – это как такая сладкая вата, которая наматывается на одно на другое, как вы уже поняли. И на последнем этапе невротического состояния, когда человек уверен, что у него сердце в проблеме, инфаркт миокарда, и что паническая атака опасна, и что вегетатика опасна, эти люди неверно информированы. Все это понимают, ребят. А они неверно информированы про вегетососудистую дистонию. Вас неверно информируют о том, какие симптомы с чем связаны. И вот именно из-за неверного информирования о том, что может произойти с вами, и что не может с вами произойти, и создается дополнительная проблема, которая не дает вам ресурса для того, чтобы работать над самим неврозом. Потому что весь свой эмоциональный ресурс, опять же, вы тратите на что? Как бы, блядь, сегодня не умереть? Вы всё, вот вы задумаетесь, вы весь день тратите силы на то, как бы не откинуться сегодня или не сойти с ума. Но в лучшем случае, чтобы вам только не стало хуже. И вы тратите силы огромные, согласны, на контроль, вы тратите огромные силы на внимание к своему самочувствию, вы тратите огромные силы на то, чтобы только бы не умереть или не стало хуже. А вот туда весь ресурс и уходит у вас. Поэтому, когда мы в психотерапии начинаем говорить о главных вещах, если не исправить вот этот первый момент неправильного понимания, то, например, вам терапевт скажет, вы знаете, очень похоже на то, что вы не очень можете принять решение в этой сфере. И даже если он прав, и он в симпиаде во лбу, то пациент его не поймёт. Потому что весь ресурс пациента тратится на убеждение о том, что от панической атаки он умрёт, например. То есть, вы не сможете сконцентрировать ресурс пациента в терапии невроза до тех пор, пока он убеждён, что вегетатика опасна. До тех пор, пока он убеждён, что он вот-вот умрёт. До тех пор, пока он убеждён в том, что вегетатика и паника и мысли соведут его с ума. Поняли, да? То есть, информирование важно. Информирование очень важно. Но я хочу вам всем сказать, что вы все очень неплохо информированы. Благодаря каналу Невроза Мегаполиса, благодаря каналу моих партнёров по Ютьюбу, благодаря книгам, которые широкоформатно написаны по всей стране, вы информированы хорошо. Но здесь надо понимать, что помимо информирования, надо смещать внимание на что? На саму терапию. На саму терапию именно невротического состояния. Вот что очень важно. Понятно? И вот здесь начнётся то, что называется ресурсом. Когда вы прекращаете испытывать тревоги, сейчас мы как раз про симптомы будем говорить, по поводу паники, по поводу вегетатики, по поводу стахикардии, экстрасистол, кишечника, страх описаться, страх получить плохое впечатление, контролировать своё самочувствие, вот благодаря первому этапу терапии, у вас что, Юля, правильно? У вас высвобождается ресурс на работу над самой причиной невроза. А что происходит со мной такого, что я вот так испытываю такое напряжение, которое я от неправильной информирования неправильно поняла? Услышали мою фразу? Ещё раз. А что происходит со мной такого в жизни, что вызывает у меня такое напряжение, которое я из-за неправильного информирования неправильно поняла и испугалась? Все вот это поняли? Вот этот этап является фундаментальным. Но он только серединный. Ребята, чат работает, всё хорошо? Понимаете? То есть, первый этап терапии – это всегда информирование, и это всегда определённая методика для того, чтобы люди перестали тратить ресурс на веру в то, что они откинутся. Никто от неврозов не умер. От панических атак никто не умер. Но поскольку сила невротического страха очень велика, клиенты убеждены, что вот-вот они откинутся, просто надо проконтролировать. Сейчас мы будем говорить о каждом симптоме отдельно, окей? Вот. И как только у терапевта получается высвободить ресурс на второй шаг, вот тут начинаются уже изменения. Как только пациент, благодаря опоре на ресурсного терапевта, не на лекциях в Ютубе, а на опоре грамотной работы в интегративном подходе, потому что где-то клиенту надо дать поддержку, где-то клиенту надо дать гештальт упражнения, где-то клиенту надо дать симптомцентрированную историю, где-то клиенту надо дать анализы, где-то когнитивную терапию, где-то рационально-эмотивную терапию. И вот этот интегративный подход, вот в этом втором моменте, позволит осознать человеку, а что конкретно происходит с его жизнью, что конкретно происходит с его мышлением, Какие искажения и как он понимает обстоятельства, что конкретно происходит. Но тут опять же этого мало. Потому что даже если клиент больше не боится панических атак. Вот напишите плюсик, кто сейчас в такой когорте пациентов. Если вы даже не боитесь панических атак и не знаете, что симптомы безопасны. У вас все равно есть напряжение. Потому что скорее всего вы не доработали и не начали работать над вторым этапом. Вам просто информировали, что вы не откинетесь. Правильно ведь? Вы прошли тренинги касаемо паники вегетатика. Купили книги, прочитали. Вы даже сделали упражнения. Вас хорошо информировали о том, что паническая атака безопасна. Вы себе это доказали упражнениями, поскольку поведение важнее, чем мышление. И вот тут начинается самое забавное. Что панических атак нету, агорофобии нету. И вы не боитесь вегетатики, но вам в целом не легче. Самое забавное, что бывают случаи, когда у вас нет панических атак агорофобии. И вы не боитесь проявления невроза. Но у вас по-прежнему есть, например, какие-то ритуалы. У вас, например, по-прежнему есть заедание. Что такое заедание? Что такое нарушение пищевого поведения? Это сублимация невротического напряжения из основы невроза. Можно по-разному, конечно. Есть люди, которые любят, говорят, я просто люблю покушать. Мы просто любим покушать. Нет. Это заедание внутреннего напряжения. Нарушение пищевого поведения и пищевого самоконтроля – это всегда указатель на главный невроз, которым никто ещё не занимался. Оттуда и брызжет. Оттуда же потом идут переутомления. Оттуда же потом идут депрессии. И нервные срывы. Даже если эта девушка не испытывает панических атак и не испытывает страха передвигаться. Но сам невроз никуда не прорабатывался. И даже если этот человек хорошо информирован о методах психотерапии, информирование не прорабатывает, чёрт подери, невроза. Все понимают, о чём я говорю? Бывают такие пациенты, которые хорошо усвоили даже вторую часть терапии. И они вам расскажут, что моя проблема заключается в том, что у меня такая-то самооценка, такие-то отношения с папой. Они очень хорошо в этом смысле осознаны. Но что делать с этим на третьем этапе, они тоже не знают. То есть, видите, сколько на самом деле нюансов. И когда мне задают такой популярный вопрос, сколько вешать в граммах, как говорит Дмитрий Тачковпак, сколько мне потребуется времени, чтобы справиться. Бессонница, совершенно верно, стираясь со своими проблемами, я всё время говорю, какими проблемами. Если мы говорим про панические атаки и агорофобию, то это одна история. Если мы говорим про то, что у вас нет панических атак, у вас нет агорофобии, и вы не пугаетесь. Но вы всё равно ещё заедаете, голодаете, депрессируете, срываетесь, переутомляетесь, раздражаетесь, перепады настроения и так далее. То это вопрос исключительно к вашему неврозу. Огромное количество людей, которые не испытывают панических атак и агорофобии только благодаря информированию. Но потом они приходят и говорят, вы знаете, у меня бессонница, я спать не могу. Вы знаете, у меня какой-то перфекционизм, потому что я стараюсь всё время как лучше, как лучше, как лучше, мне это мешает. А вообще ещё разожралась, как корова, простите. И я что-то не контролируюсь, всё мне нравится, нравится. Понимаете, о чём я говорю? Это указатель прямой на то, что психотерапия не начиналась. И если её не начать, будет только хуже. Будет раскачка эмоционального состояния, и эта раскачка будет приводить постоянно к срывам, к депрессиям, к срывам в пищевом поведении. Потом вы будете смотреть на себя и говорите, блин, что же это такое, ну и так далее. Поэтому вот эти три этапа психотерапии всем клиентам надо понимать. И то, что такое психотерапевт. Психотерапевт – это личность, на которого хочется отчасти даже быть похожим. Давайте так, вот без ложной скромности, я просто своих терапевтов вспоминаю и вспоминаю себя в институте. Кто такой интроект? Интроект – это тот, которого ты уважаешь и который для тебя является опорой и ресурсом. Чтобы измениться клиенту, он должен интегрировать часть психотерапевта, и это гештальт-процесс называется интроекцией. Понимаете? Вот если для вас, слушайте меня очень сейчас внимательно, ребят, вас больше 200 человек даже там, да, но кто будет в копии смотреть? Слушайте внимательно. Зачем надо, чтобы терапевт стал для вас авторитетом и опорой и ресурсом? Потому что только тогда ваша психика будет готова его часть интроекцировать в себя. То есть, вы возьмете в себя часть его. И если он для вас является авторитетом и опорой, именно его часть вашей психики начнет работать над исправлениями тех ошибок, которые происходят в вашем мышлении. Все это поняли? Все это поняли? Если вы смотрите на терапевта, и вам его хочется пожалеть, если вы смотрите на терапевта, и вы говорите, блин, слушай, братан, да у тебя у самого там куча проблем, которые вот на поверхности торчат, и мне это не нравится. Вы не сможете интроицировать его как терапевта, даже если он говорит правильные вещи. И вы иногда видите людей, которые говорят правильные вещи, вы говорите, блядь, но он не мой, не заходит. Хорошо выглядите, внушаете. Ты знаешь, я могу вообще выглядеть по-разному. Я могу, ну, как бы выглядеть и вот так. Я могу выглядеть вот так. Ты понимаешь? Я могу по-разному выглядеть, у меня нету здесь каких-то вопросов по этому поводу. У меня нету здесь истории про то, что я должен хорошо выглядеть, чтобы понравиться своим зрителям. У меня нет истории про то, что всё должно быть правильно, чтобы меня любили. Поэтому спасибо за комментарии, что я хорошо выгляжу и внушаю доверие. Но выглядеть и внушать доверие не одно и то же. Лучше так, ну, видите. Вы можете, вы должны понимать, что терапевт ваш и ресурсный не тогда, когда он хорошо выглядит. Ваш терапевт это тогда, когда вы его смотрите, слушаете, говорите и говорите. Блин, вот прям вот поговорил и чувствуется какая-то вот, чувствуется что-то, на что хочется опереться. Вы получаете силу, вы получаете энергию, вы получаете уверенность, вы получаете поддержку. Вот это значит, вы получили ресурс. Понимаете, да? А бывает так, что вы смотрите и вам пожалеть хочется человек. Вот, и вот когда вам хочется пожалеть терапевта или у вас вот есть вот такие сомнения, то это просто не ваш ресурс. Так, понятно? Ну что, поехали. Давайте разбираться по поводу симптоматики. Все примерно поняли, значит, по поводу этого самого аспектов, трёх аспектов терапии, да? Давайте разбираться насчёт симптомов. Значит, первое... Давайте про выбор терапевта потом. Или сейчас закончим. Давайте, ладно, закончим тему с терапевтом. Значит, про ресурс сказал, про говорящих голов сказал. Говорящие головы, такие же, как и я, должны вести большое количество частной практики. Если говорящая голова не ведёт частную практику вообще, бегите нахер. Потому что это просто рассказы под названием «Тысяча и одна ночь». Даже если это «Тысяча и одна ночь» увлекательная и даже иногда интересная. И даже, в принципе, правильная. Такого контента, такой литературы очень много. Сказки в интернете про «Тысяча и одну ночь» неврозов – это уже в прошлом. Поэтому тут надо понимать, что если терапевт не ведёт частную практику с лично, с людьми много лет, в большом количестве, у него нету и не может быть ресурса ни для своей терапии, ни для терапии людей. И вот этот ресурсный терапевт уже может потом идти группой вести, идти в институты и так далее. У него за плечами огромный опыт индивидуальной работы. Все поняли, что даёт ресурс? Огромный опыт индивидуальной работы. Не рассказ про ВСД, а индивидуальной работы с человеческими проблемами, с человеческим горем, с изнасилованиями, с инцестом, с самооценкой, с насилием отцом детей, с изнасилованиями, с увольнениями, со смертями, с терактами, с слезами. И когда каждый день у тебя плачет по несколько человек, у тебя две пачки салфеток уходят в день в кабинете. Понимаете? Вот сколько лет? С 2011 года. Ну посчитай. И вот тут надо понимать, что вот именно вот этот пласт большого объёма личной работы с глубокими вопросами даст человеку и ошибки в прошлом, и исправление ошибок в индивидуальной работе. Понимаете? И когда у вас тысячи индивидуальных часов с различными случаями, вы приобретаете такую вот, такую базу, на которую ваши клиенты опрутся бессознательно. Вы настолько обладаете огромным энергетическим потенциалом, который вот стоит у вас за плечами. Вся эта армия людей с огромным количеством проблем. Не про ВСД и панические атаки, ещё раз повторяюсь. А именно работа с личностями в глубокой их понимании. Все это понимают? Вон, я вчера показывал в Инстаграме. Вот опять же, это не про неврозы, и точнее не про ВСД. Вот смотрите, вот была клиентка. Вот она рисовала вот так определённое задание. Мы сейчас не будем интерпретировать. Прошло какое-то время после терапии, и она ещё съездила на гештальт встречи. Вот так изменилось. Вот смотрите, было вот так. Мы сейчас не будем интерпретировать. Интерпретировать, да? Потому что это сейчас долго будет. А стало вот так. Вы что думаете, это рассказ про ВСД с паническими атаками, что ли? Это и есть та история, где вы пытаетесь найти правильный подход к каждому тяжёлому и сложному личностному случаю. У этой девушки тоже были вегетатика, и панические атаки, и вегетатики до сих пор присутствуют так или иначе в каких-то обстоятельствах. Понимаете? Вот я про это. Поэтому, закрывая вопрос, кого выбрать. Прежде всего, спросите, сколько он ведёт частной практики лет. Какой метод? Это важно. А потом уже просто надо пробовать. Посмотрите, если есть информация, видео. Посмотрите, как вам заходит. Посмотрите, насколько вам подходит словесный оборот. Насколько вам подходит какое-то внутреннее ощущение. И попробуйте. Вот и всё. Только так вы сможете пробовать. Но если это просто говорящие головы в Ютьюбе, которые просто рассказывают информацию о вегетатике и пересказывают свою библиотеку ленинскую, это просто информаторы. Все это поняли? Это просто информаторы, которые перекачивают информацию из одного источника в свой источник. Ну, это то же самое, что на Арея Новости вышла новость, и все новости её рассказали. Все понимают, да? Вот именно личный опыт тысячи часов консультирования людей не рассказ онлайн. Я рассказал 10 тысяч часов о ВСД и панических атаках онлайн. Я специалист. Что за бред? Ты 10 тысяч часов рассказала о том, что такое панические атаки. Ты просто хорошо это рассказала. А вот именно терапия – это совершенно другие вещи. Вот примерно так. Пробуйте. Многие пациенты боятся пробовать. Они боятся пробовать. Действительно, специалистов мало, как и в любых сферах. Нету таких сфер, знаете, где много хороших специалистов. Но я вам скажу последнее. Нету плохого метода психотерапии. Есть метод либо не про вас, либо этот метод не в очень умелых руках. Давайте вот так скажем. Запомнили, да? И последнее. Всё-таки я сторонник интегративного подхода. Где специалист за тысячи часов частной практики с клиентами, личной практики с клиентами, может уметь применить разные методы. Вот ребята, кто у меня занимаются, да, они видят, что у меня на столе стоит всё время куча салфеток. И эти салфетки всё время заканчиваются. Вы что думаете, у психологов мира стоят салфетки на столах просто так, что ли? Или вы думаете, что они все просто идиоты, а вот надо рассказать Ютьюбе про панические атаки с ВСД, и это всем поможет? Нет. Салфетки стоят, потому что терапия невроза – это всегда история про очень болезненные вещи, связанные и с самооценкой, и с обидой, и с гневом. И как только мы определёнными методиками, гештальт-экспериментами, осознанностями, когнитивными подходами доходим до определённых вещей, у нас автоматически начинаются и литься слёзы. И это не просто так. Это не про ВСД и панические атаки. Все это понимают, почему у психологов стоят салфетки. Вы у кого, у кого, какого блогера видели салфетки на столе? Мне просто вот интересно. На каком семинаре по ВСД и паническим атакам вы видели салфетки? Кто там рыдал? А теперь посмотрите после этого занятия семинар самооценка. Мне знаете, сколько людей написали, что они рыдали, смотря семинар самооценка? Помните, там где дочка и папа? О-о-о! Осознайте вопрос, а чё они рыдали, когда они просто смотрели определённые вещи? Потому что я показывал то, куда работать в терапии неврозов. Салфетки надо ложить тогда, когда мы занимаемся именно терапией неврозов. Когда мы занимаемся информированием, вы от этого не расплачетесь. Понимаете, да? И это очень важно. Поэтому пробуйте, методом тыка только можно. Главное, чтобы этот тык не был слишком дорогим. Тыкайте, но тыкайте не слишком дорого. Потому что если вам предлагают тыкнуть за несколько десятков тысяч рублей, ну тут всё зависит от ваших финансовых возможностей. Лучше всё-таки тыкать немножко подешевле, ну хотя бы разово как-то так, чтобы не было потом обидно. Окей? Да, этот семинар с самооценкой вам в свободном доступе. Подскажите мне, он в свободном доступе или нет? Я занимаюсь психотерапевтом, но всё равно боюсь тахикардии. Надо исправить кое-какую ошибку, сейчас мы её исправим. А я головокружение боюсь. Ну, молодцы. Давайте сейчас мы это как раз будем исправлять. Окей? Ну что же, поехали. Поехали, поехали. Давайте учиться и информироваться правильно. Значит, про терапию сказал, про ресурс сказал, про говорящих голов сказал. Очень важно, чтобы вы понимали, что ресурс имеет человек с большим количеством личного стажа, личной работой с людьми. Не с рассказом. Вот знаете, последний момент, сейчас я вспомнил. Я когда в институте психоанализа учился, у нас были преподаватели, которые, вот вы наверняка меня сейчас поймёте, которые много лет рассказывали свою программу в институте, но совершенно не вели частную практику. Они просто хорошо рассказывали программу. Согласны? А есть в институте преподаватели, которые вот такие десятилетиями вели частную практику в кабинете. И даже если эти люди вам по скайпу или онлайн начинают с вами заниматься, вы уже чувствуете такую внутреннюю силу, вы уже чувствуете такую глубину подхода, а не просто рассказ о той книге, которую я вчера прочитал. У меня к вам новость, я тут вычитал. Что это за маразм такой? Поэтому ориентируйтесь на личное ощущение, именно на ресурсность. Итак, популярные вопросы. Поехали. Мы немножечко задержимся, ладно? Вы не против, я надеюсь. Значит, первый популярный вопрос. Я сейчас пойду прям по сначала органам. Сверху вниз. Хорошо. Давайте пока чат выключим, чтобы я не отвлекался. Значит, я пойду сейчас сверху вниз. Какие популярные жалобы у наших клиентов, и которые их пугаются, а потом, почему они их пугаются. Значит, если идти сверху вниз, то часто их пугает действительно головокружение. Головокружение само по себе может быть вызвано огромным количеством факторов. От самых безобидных до самых негативных. Поэтому, когда у нас есть действительно вертиго, действительно головокружение, сдавливание висков, всевозможные ощущения и боли головные, прежде чем лечить невроз, показано сделать магнитно-резонансную томографию, изучение, ультразвуковое изучение сосудов, сонных артерий, висцебральных артерий и так далее. Надо исключить какие-то органические причины, которые могли стать причиной таких головокружений, чтобы они не были органной патоэтиологией. Поэтому сами головокружения бояться не стоит. Но всё зависит от их происхождения. Если вы прошли все обследования, и у вас нету никаких органных изменений, но у вас есть головокружение ввиду вашего эмоционального расстройства, и вам говорят ВСД, то понимаете, что ваше головокружение является субъективным состоянием расторможения центральной нервной системы, связанной с эмоциональным стрессом. И тут надо заниматься психотерапией и эмоциональной коррекцией. Про головные боли туда же. Мигрени. Головные боли имеют совершенно разную патоэтиологию. От онкологии до просто невротического срыва в истерическом варианте. Или хронического накопленного стресса. Или повышения внутрочерепного давления. Или сотрясения мозга. И так далее. Опять же, все начинается с грамотного клинического обследования. И методом негативной диагностики мы исключаем от сложного к простому. И мы понимаем, что скорее всего, если нет органики, то боли имеют психогенную природу, целью которой является сочетанная терапия. Где-то мы применяем обезболивающее, где-то мы применяем сосудистые препараты по классу неврологии. И где-то мы занимаемся обязательно эмоциональной коррекцией. Возможно применение антидепрессантов, если мигрени и боли сильные. И если вы принимаете антидепрессанты и транквилизаторы, и боли заканчиваются, это является очень хорошим диагностическим критерием о том, что боли имели психогенную природу. Потому что если вы применяете какой-то препарат, успокаиваете... Вот сейчас все меня слышат, я надеюсь, да? Поставьте сейчас плюсик, кто меня понял. Если вы применяете какое-то успокоительное средство, и ваша симптоматика редуцирует, которая вам казалась органная, это касается головных болей, вегетативного состояния, то запомните, если бы у вас было поражение органа, у вас бы не закончились ни головные боли, у вас бы не закончились боли и какие-то локализации от успокоительного. Все поняли, как этот секрет очень просто медики тестируют. Ну, грамотные медики. То есть, если у человека болит, простите меня, зуб, от приема феназепама болеть он меньше не станет. Понимаете? Поэтому, если человек принимает успокоительное, и у него отпускают его телесные состояния, это психогенная природа. Поэтому, например, если у человека язва желудка, и там острая боль, и он выпьет феназепам, предположим, он не будет не испытывать острые боли в желудке. Он, может быть, не будет переживать по этому поводу, но боль в желудке не закончится. Потому что это органное поражение слизистой оболочки органа. Все поняли этот метод негативной диагностики? Вот. Это очень важно. Почему, когда нервничаю, кружится голова? Кто о чем овшивая баня? Только что об этом сказал. Вот. Понятно, да? Поэтому тут надо понимать, что мы должны исключить органную патологию. Значит, вы, к сожалению, сейчас будете все, как упоротые, спрашивать меня, почему у вас кружится. А если у меня шумит в ухе? А если шумит в левом ухе? Вот для упоротых людей по поводу своих симптомов хочу еще раз сказать. Шуметь и кружиться у вас может от эмоционального, невротического и личностного расстройства. Ввиду того, что ваша центральная нервная система пребывает в сильном дистрессе и дисфокусировке. То же самое касается вегетососудистой дистонии. Сосуды, их тонус, общее состояние центральной и автономной нервной системы, вегетативный, симпатический, парасимпатический отдел пребывает в дистонусе. И у вас могут быть и подъемы артериального давления, и падение артериального давления, и повышение черепного давления, и головокружение, расфокусировка зрения, расфокусировка внимания, понимаете? Расфокусировка концентрации, мошки летать. И если мы сейчас будем про каждую мошку на этом вебинаре обсуждать, но мы зря потеряем время. Поэтому еще раз мы делаем обследование головного мозга, высокоточное, отсекаем органную патологию и понимаем, что скорее всего это вопросы неврологии и вопросы психологии, связанные с эмоциональным перекосом. Вот это понятно? Потому что если я сейчас буду... Вы если в интернете когда-нибудь смотрели, вы видели, какое количество идиотизма люди спрашивают? В СД левое ухо. В СД чешется пятка. Ну, внутренняя дрожь. Вы можете мне сейчас понять, вы с какой целью задаете вопрос про вот, например, левое ухо? Вы что думаете, что если я вам отвечу по поводу левого уха, вам что, что-то изменится в вашей жизни? Нет, это не изнашивает сосуды. Сосуды вообще не имеют функции изнашиваться. У них нет такой истории. Это же не шины на машине, которые изнашиваются от пробега. Поэтому я сейчас скажу общие жалобы, чтобы вы не делали общих ошибок. Понятно, да? Поэтому тут надо понимать, что всё, что связано с головокружением, всё, что связано с состоянием в голове, не надо пугаться. Эти люди не напуганы. Эти люди невнимательны. Эти люди безответственны. Эти люди ни хера меня не слышат. Каким бы ты ни был напуган, я был напуган в шестом году, тысячи моих пациентов были напуганы. И что, они какие-то необычные? Я какой-то необычный. Ты напуган, ты получил информацию, ты пошёл проверился, ты понял, потом ты пошёл на канал Невроза Мегаполиса, скачал бесплатный DVD-курс. Сейчас я вам об этом, кстати говоря, расскажу. Посмотрел информацию, справился с информацией, начал заниматься дальше. Да какой бы ты ни был напуганный. Если ты напуганный настолько, что ты не способен вообще усваивать информацию, и способен только повторять, как дебил, блядь, в кастрюле на Майдане, Карфаген должен быть разрушен, Карфаген должен быть разрушен, Карфаген должен быть разрушен. Уже все всё объяснили, уже все тебе сделали обследование, тебе всё сказали, куда идти и что делать. А я точно не умру, а я точно не умру. И тебя, сука, заклинило, никто тебе не поможет. А вот те пациенты, которые в высоком уровне тревоги, они говорят, да, мне пиздец, как страшно, да, действительно, мне очень непросто, но я получил информацию, я пойду к врачу, я обследуюсь, потом я буду заниматься этим, этим и этим. И люди, которые работают последовательно, добивают результатов. А вот те, кто боятся, что врачи что-то пропустили, пропустили что-то, это что? В жопе твоей, Костя, ничего пропустить невозможно. Ты что думаешь, она у тебя какая-то необычная? Она у тебя обычная. Пропустить там нечего. То же самое касается всего остального. Нечего пропустить в твоих органах. У тебя патология либо есть, либо у тебя патологии, сука, нет. Пропустить что-то невозможно. Ты когда в жопу кому-нибудь колоноскопом залезешь и будешь понимать, и таких жоп ты увидишь тысячу за свою практику эндоскописта, ты поймешь, что пропустить там нечего. Потому что все очень четко понятно. То же самое касается желудка и всего остального. У тебя либо черное, либо красное. Пропустить сложно для высококвалифицированного, опытного человека. Вот и все. Понимаете? Что вы себе придумали, что у вас в жопе что-то пропустили? Что там у тебя пропустили, не заметили? Понимаешь? Это очень важно. Поэтому, да, надо понимать, что, конечно, сомнения в невротических расстройствах у вас будут. То же самое касается сердца. Сейчас к этому перейдем. Поймите меня. Если вы будете, как каждому феномену, своего состояния прислушиваться со словами, а это точно не смерть, будут проблемы. Теперь, что касается, понятно, Костя все про это уже. Теперь, что касается сердца. Действительно, и у меня такое было. У меня было и головокружение, и слабость, и ощущение мутности, и экстрасистолы, которые очень сильно меня смущали, и тахикардия, и так далее, и тому подобное. Сейчас я объясню кое-что. Подождите, не пишите, чтобы не отвлекать всех остальных. Значит, послушайте меня внимательно. Что вообще случается с кардиофобом? И что вообще случается с невротиками? Почему они так сильно боятся различных вегетативных состояний? Например, экстрасистолы. Экстрасистолы – это дополнительная систола. Экстра – эктра – сверх, или дополнительная. Экстрасистолы – это сокращение. Когда человек находится в эмоциональном состоянии, в эмоциональном расстройстве, все меня слушают внимательно. Сюда надо смотреть и слушать сейчас. Когда человек находится в эмоциональном расстройстве, его вегетативная система начинает работать очень активно. Сердце работает в процессе поляризации определенных микроэлементов. Калий, магний, вот этот натриевый насос и так далее. Как сокращается клетка? Я про это. Когда человек находится в состоянии повышенного эмоционального стресса, у него напряжение в поляризации, если измерять поляризацию клетки и так далее, очень высокое. Отсюда возникают различные боли и радиации. Там, где не было невралгии межреберной, начинает колоть между ребрами. Там, где были защемления отростков в шейных и грудных отделах, не кололо, закололо. Появились экстрасистолы. Почему? Потому что само эмоциональное невротическое состояние поднимает вот эту поляризацию. И вы просто начинаете чувствовать какой-то нервяк и чувствовать усиленную работу вегетатики. Потому что вы в эмоциональном расстройстве. Сами по себе экстрасистолы и сама по себе тахикардия не является опасной. Она является естественной. Экстрасистолы субъективно опасны только тогда, когда вы в очень старшем, старческом возрасте и тогда, когда у вас есть действительно серьезные патологии ритма и действительно серьезные патологии развития. Органы. Это врожденные пороки. Это всевозможные серьезные виды аритмий, где дополнительные экстрасистолы могут стать триггером к началу чего-то. Но для этого это чего-то надо иметь. И вы должны быть достаточно в высоком возрасте уже. Если вы в среднем возрасте и кардиологи не видят проблемы, кроме как тахикардии и кроме как экстрасистол, то, как правило, грамотные кардиологи в лучшем случае скажут «Попейте магний-B6, попейте магнирод, попейте рибоксин, попейте, я не знаю, панангин, попейте мелдранат». Это в лучшем случае, что о нем скажут. Иногда не очень кардиологи могут назначить аденобетаблокаторы. Но современная кардиология против назначения бетаблокаторов в экстрасистолах. Потому что аденобетаблокатор в долгосрочной перспективе сделает вашему ритму только хуже. Экстрасистолы проходящие, вот все это знают, что экстрасистолы пройдут у вас, как только ваше эмоциональное напряжение спадет. Травить свой ритм сердца аденобетаблокаторами и прочими водителями ритма опасно. Потому что если взвешивать опасность ваших экстрасистол и тахикардии, она минимальна, мизерна. А вот опасность посадить свой миокард аденобетаблокатором очень велика. Поэтому я вас призываю, если у вас нету серьёзных патологий ритма, если у вас нету серьёзной патологии сердца, не надо спекулировать аденобетаблокаторами. Надо заниматься психотерапией. И тут нужна квалифицированная консультация кардиолога, который скажет, а действительно ли вам нужны эти бетаблокаторы. Теперь второй момент по поводу сердца. Почему же многие невротики так сильно боятся за сердце? И вообще сердце – это страх номер один в жалобах первичного характера. Понятно? Вот этот момент надо понимать. Слушайте мне сейчас внимательно. Есть кардиофоба же, да, у нас наверняка здесь. Почему именно сердце так сильно будоражит неврозы? Так сильно будоражит наших пациентов? Потому что сердце находится в ритме. И в ритме разном. И оно всегда ощущается. Вот, например, кишечник и желудок не ощущаются, да? А вот сердце всегда ощущается. Вот поэтому сердце очень удобно для постоянного снятия напряжения. Какого? Сердце очень удобно для постоянного контроля. Что такое переедание сладкого или переедание мучного или переедание вообще продуктов? Это компульсия. Это сброс нервного расстройства в виде компульсии. А что такое проверка пульса или проверка давления? Это тот же самый сброс, напряжение ввиду такой сублимации а-ля контроль. То есть суть логика одна. Я как-то сбрасываю напряжение. И вы все его сбрасываете либо в вегетатику, тахикардия, экстрасисты, локишечником, в горле, вегетатика. Либо это напряжение сбрасывается в пищевое поведение. Я просто люблю покушать. Я просто люблю покушать. Либо это сбрасывается в проверки. А точно будет всё нормально? А точно будет всё нормально? А точно будет всё нормально? Либо вы это сбрасываете в состояние мышления. А вдруг у меня? А вдруг? Ой, а чего это? Ой, а вдруг? Ой, а почему? Почему? Ой, а если всё-таки, а надо было? Все это поняли? Вот это сейчас все поняли? Что на самом деле, когда у человека есть личностное невротическое расстройство, он это будет сбрасывать, организм будет выводить это напряжение очень просто. Либо в дегетатику, и вы этого будете пугаться до чёртиков, хотя зря. Либо в пищевое поведение и прочие ритуалы. Туда же бессонница, туда же переутомление, туда же постоянное изнашивание себя, всякие сублимации на работе, я должен лучше, я должен всё контролировать, ага, причём я ещё не сплю, причём я ещё люблю поесть, или я голодаю. Поняли, да? Вот я хочу, чтобы вы это поняли. Либо вы это сбрасываете в постоянные мысли, а вдруг у меня недообследовали, а вдруг у меня в кишечнике всё-таки что-то нашли, а вдруг всё-таки в желудке, а вдруг всё-таки сосуды, а вдруг всё-таки сердце, а вдруг всё-таки это, а вдруг всё-таки в ванусе что-то пропустили, а вдруг я садю с ума, ой, что я об этом думаю, блядь, я же об этом думаю, а раньше не думал, а раньше не думал, что я об этом думаю, блядь, а раньше не думал, ой, голая девушка, чёрт, голая девушка, а если мне накажет кто-нибудь, я подумал о голой девушке, о нет. Так, ножи, чёрт, не думайте о ножах, а если сердце, а если дыхание, А если аллергия? Блин, аллергия была, а у мамы вроде была, а у папы была? Нет, черт, а почему я вспомнил про папу? Ой, кажется, папин член, член папы. Нет, только не думать о папином члене. Так, стоп, отдыхай. Вы что думаете, это нормально? Вы поняли? Вы так себя ведете. И это и есть невроз. Это невроз. Поэтому надо понимать, что когда у человека личностная проблема, он это будет сублимировать в тело, в поведение и в мыслительный процесс. А потом он начнется эту сублимацию пугаться. Все это поняли? Ну, посмеялись и хорошо. Все поняли это? Ребята, все поняли это? Да хватит уже ржать, все поржали уже. Дальше идем. Все поняли, что человек начнет пугаться телесного состояния. Хотя это просто выход напряжения. Вы также это напряжение будете видеть, как оно выходит. Как оно выходит? Перееданием, бессонницей, вниманием к своим мыслям, постоянным страхом за здоровье. Это все одно и тоже напряжение. Только оно просто выходит в три, так скажем, трубы. Окей? Но напряжение одно. Поэтому, когда мне говорят, я вылечилась от панических атак, агорофобии, я хожу по своему городу. Правда, я хуёво сплю. Правда, я люблю обожраться и поправилась. Правда, я постоянно проверяю себя. Я постоянно хочу всем понравиться. У меня ни хера не получается с мужчинами. И вообще у меня постоянные нервные срывы. Я то в эмоциональном каком-то ажиотативном состоянии, то у меня депрессия. А так я очень бы мне помогли. Очень помогли. Но вы считаете это нормальным? Я считаю это не очень нормальным. Потому что, когда у человека такое количество симптоматики, торчащей на поверхности, но у него нету панических атак, это говорит о том, что человек явно не туда идёт. Поняли, да? Что это вообще явно не туда. Поэтому тут надо этого человека побыстрее развернуть, избушкой передом, чтобы избушка передом к лесу повернулась. И запоминайте, вегетативное напряжение, поведенческое напряжение и мыслительное напряжение имеют одну и ту же природу. Это выход невротического состояния. Оно безопасно и для сосудов, и для сердца, и для психики, и для всего. Есть люди, у которых дисфункция кишечника десятилетиями. Десятилетиями. Десятилетиями дисфункция такая от невроза, что мама не горюет. Колоноскопию делают, говорят, у вас идеальный кишечник. О чём это говорит? Что дисфункция... Не, с ума не сойдётесь, конечно же. Что дисфункция кишечника десятилетия от невротических расстройств тоже не соматизирует кишечник до чёртиков. Поймите вы это. Десятилетиями люди испытывают невротические расстройства, они с ума не сойдут. Я об этом видео снимал. Давайте про симптомы дальше пойдём. Поэтому, ребята, сердце очень удобно пугаться. Вы просто пишем вместе со мной. Вот сейчас отвлекитесь, пожалуйста. Вы находите... Пишем такое слово крупными буквами вместе со мной. Обоснование. Вот это очень важно. Обоснование. Когда я слышу про нарушение пищевого поведения в виде обжорства или в виде анорексии, в виде голодания, это сразу личностная проблема. Вот серьёзная. Потому что есть классы невротиков, которые не объедаются, а есть классы невротиков, которые объедаются. И по моим наблюдениям, и по наблюдениям моих коллег, нарушение пищевого поведения – это всё-таки более сложный невроз, нежели просто классический невроз. Все это понимают. Потому что если вы понаблюдаете... Вот напишите плюсик. Вы знаете людей, кто объедается мучным, кондитерскими изделиями? Вы знаете таких людей? Вот если вы таких людей знаете, то вы увидите, или, например, анорексичкой, ну, те, которые худеют постоянно и блюют там, да, ходят. Вот вы знаете таких людей. Вы поняли, что у них на самом деле поведение и эмоциональное состояние далеко от стабильного? Все это почувствовали, что на самом деле, когда у нас есть пациенты с перееданием или с анорексичной формой поведения, нарушением пищевого поведения, они в целом очень дисбалансированы. Они в целом очень ОКР зажаты. Они на самом деле очень сильно разрушены. А вот люди, у которых нет такого пищевого поведения, они на самом деле гораздо быстрее добиваются результатов, потому что они более сохранны в этом смысле. Поэтому, когда мы говорим о нарушении пищевого поведения, это всегда указатель на работу, которая будет более длительной и более сложной. Понятно? Любое заедание стресса, компульсивное, это всегда указатель на то, что даже если у вас нет панических атак и агорофобии, есть серьезная проблема, которую надо решать. И я вам 100% могу сказать, что помимо заедания, там 100% скорее всего есть ряд других симптомов. Согласны? Какие есть ряда симптомов у людей, у которых есть вот так вот торчащая на поверхности эта проблема? Это бессонницы, это высокая требовательность к себе и окружающим, это лоббинность настроения от слез до какого-то маниакального внимания к чему-то, это срывы эмоциональные, то все бросить, то все начать. Поняли? Соответственно, это очень важно. Поэтому это все должно быть очень серьезно изучено. И я вас заклинаю просто, не ставьте ставки на работу с паникой и ВСД, иначе вы просто пролетите. Итак, идем дальше, значит, по поводу сердца. Смотрите, пишем вместе со мной, я записал одну фразу, но она ушла у нас в чате. Пишем вместе со мной, я чат закрою, ребят, хорошо? Я хочу посвятить вам сегодня много времени, поэтому готовьтесь. Обоснование. Обоснование. Вы вашу тахикардию и экстрасистолы обосновываете как опасные. Вот просто послушайте меня внимательно. Смотрите, как это выглядит. Пишу систола, потом у вас идет обоснование, почему это опасно. Так? Потом у вас идет поведение, устранение систолы. Вот так это и называется рефлекс условный. Условный и безусловный рефлекс, это все сюда. То есть, смотрите, что вы делаете. Сейчас не комментируем. У вас возникает тахикардия, или у вас возникает экстрасистола, или у вас возникает любое вегетативное состояние, спазми, виски, головные боли, головокружение. Мы понимаем, что обследование у вас ничего не нашло, окей? Вот смотрите, слушайте меня сейчас очень внимательно. Сюда. Слушайте. Вы берете и делаете что? Вы начинаете оценивать, например, систолу, экстрасистолу, как угрожающую. Вы начинаете оценивать любой феномен в теле как угрожающий. Пишем. Первое, как угроза. Второе, как позор. Вот. По этим двум кластерам вы начинаете сканировать свой организм. Понимаете, о чем я говорю, да? Потому что экстрасистола для вас угроза. Потеря сознания для вас позор. Кишечник для вас позор и угроза. То есть, вы, сканируя свой вегетативный профиль, очень быстро делаете следующее. Либо я помру, либо я буду позор. Все поняли? А теперь смотрите следующее, самое забавное. Пишем вместе со мной. На каком основании я трактую, что это, вместе со мной пишем, либо угроза, либо позор. Вот подчеркните слово, на каком основании. Ребята, всем заходит то, что я пытаюсь вам объяснить. Паническая атака для вас угроза. Или позор. То есть, у вас все в голове классифицируется, либо угроза, либо позор. Либо угроза, либо позор. А теперь давайте задумаемся. Немножко про терапию симптомов. А на каком основании вы стали считать, что экстрасистола – это угроза? А на каком основании вы стали считать, что потеря сознания – это позор? Пишем вместе со мной. Не отвлекайтесь. Я вам сегодня дарю очень много терапевтического момента. Слушайте внимательно, потом это не повторится никогда. Окей? На каком основании феномены в теле вы стали интерпретировать, как угроза или позор? Пишем вместе со мной. Основание. Основание для интерпретации. И вот тут возникает самое забавное. Основание для интерпретации у вас – это домыслы. Это домыслы. Это как будто. Это а вдруг. И это… Ну, назовем это так. Творческие фантазии. Ну, а теперь пишем со мной. Большими буквами. Но. Никак. Не факты. Вот тут возникает самое забавное. Например, возьмем экстрасистолу. Вот у вас промелькнуло от невротического состояния экстрасистола. Смотрите, что вы делаете. И вы за долю секунды говорите, ой, это опасно, потому что я слышала где-то, это нормально, это ненормально. Знаете, какой домысел я вспомнил? Вы сейчас все засмеетесь. Вот сейчас все засмеются. Знаете, какой самый главный домысел у вас, который вам запихивает в голову, сука, эту проблему? Хотите узнать это? Вот посмеетесь сейчас. Вы сейчас охереете от этого домысла. Вот именно вот это. Этого раньше не было. Именно этот факт для вас является железобетонным. У меня этого раньше не было, значит, это патология. Вот так у вас выстраивается в голове логика. Если вы раньше не испытывали такой тахикардии, или если у вас раньше не было такой вегетатики, а сейчас появилось, значит, вы заболели. Логично? Для вас – да. Для меня – нет. Потому что если у меня сейчас вегетатика, для меня это означает, что я сейчас нахожусь в эмоциональном состоянии. А для вас это означает, этого раньше не было, значит, я чем-то заболела. А если это сердце, я слышала про инфаркты, про инсульты, у вас промелькнула дуга, и вы сказали, блядь, пиздец, я подыхаю. А для меня это просто вегетативное напряжение, потому что я эмоционально нахожусь в состоянии, где мне что-то надо делать, например. Или я о чем-то переживаю. Или, например, у меня родственник при смерти. Понимаете? Это не могло привести к потере сознания. Ваша потеря сознания или около этого было либо не связано с неврозом вообще, либо это было ощущение, что вот-вот при настоящих невротических реакциях люди, как правило, сознание не теряют. Давление может упасть, но оно, как правило, не падает ниже критической отметки. Это ощущение, что вот-вот, потому что действительно давление может поупасть. И ощущение, что вот оно сужается, 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 и вы уже не чувствуете щек, вы уже не чувствуете ног, у вас уже по спине потекло, по груди потекло, и вы уже готовы, блядь, пиздануться, простите, на этот пол. Но потом в какой-то момент организм выбрасывает долю адреналина в кровь, и у вас давление бац, и обратно. То есть, когда давление начинает падать из-за дисфункции, из-за невроза, у вас организм резко выбрасывает адреналин, и вы бам, и восстанавливаетесь в какой-то момент. Сейчас расскажу про падение давления, кстати, сразу. Когда, если есть новички, у которых есть вот этот вот падение давления феномен, с сужающимся коридором, от падения давления, слабость, пот, начните активно шевелить пальцами ног и сгибание кистей. Просто начните активно шевелить пальцами на ногах и сгибать руки в кистях. Что вы таким образом делаете, кто догадывается? Когда вы начнете активно шевелить пальцами ног и сгибать руки в кистях. Так и делаю интуитивно. Ваш организм все делает правильно. Не кровь разгоняет. Он запускает кровообращение с целью подъема артериального давления. Вы таким образом балансируете на самом деле давление. То есть, вы его немножко нагнетаете. Вот и все. Итак, возвращаемся к нашему очень важному тезису, который является сегодня фундаментальным по классу симптоматики. Все со мной? Или вы уже улетели опять в свои, блядь, долбанные сосуды? Значит, слушаем меня дальше внимательно. У вас есть убеждение, этого раньше не было. И это опасно, потому что... Пишем. И это мне угрожает. Потому что... И вот здесь очень важный момент. Слушайте меня внимательно. Пожалуйста. Выпишите. Возьмите сейчас все листы бумаги. Или после семинара, или сейчас. Ну, лучше после. Просто задание себе запишите. И напишите себе... Напишите себе очень простую вещь. Какие... Вот по классу симптоматики. Какие феномены в теле вы интерпретируете, что их раньше не было. А потом напишите, почему вы считаете, что они угрожают вам. Вот просто тупо сделайте такое упражнение. То есть, пишем... Вот с одной стороны вы пишете перечень симптомов, да, которых раньше не было. Тахикардия, экстрасистола, состояние это, состояние то, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. А потом параллельно, по каждому пункту, напишите себе, почему вы считаете, что это угроза. И вот этот столбик, когда вы увидите, почему вы считаете это угроза, он будет объектом для диспута в рациональной терапии. Потому что всё, что вы напишите в этом столбике, буквально за 30 секунд любым специалистам будет опровергнуто. Ну, например, вы напишите, у меня тахикардия... Да подожди ты, господи, у меня... Ай, блин, вот видите, что вы делаете? Вы вот свои писанины заставили меня всё стереть. Я не на ту кнопку нажал. Ну вот я прошу вас, не отвлекайте меня. Вот я вот зря стёр текст. Что я хотел сказать. Вот, например, тахикардия. Что у вас возникает в голове? Вы говорите, у меня пульс 130-140, и это угроза. Вот вы так написали. Спасибо большое. Пульс 130-140, это угроза. Вы записали, да, все этот пример? А потом напишите столбик, почему вы считаете пульс 130-140 угрозой? Почему вы считаете сейчас любой симптом угрозой? Все поняли, как таблица выглядит? Ребят, что произошло? Симптоматика, которой раньше не было. Почему я считаю это угрозой? И вы посмотрите, что вы будете писать в колонке, почему вы считаете это угрозой. Понимаете, да? Например, пульс 130 это много. Или экстрасистол раньше не было, это угроза. Вопрос, почему? Ну, это потому, что 130 это многовато. Или, ну, 130 это как-то опасно. Почему? Задавайте себе один и тот же вопрос. Почему? На основании чего я это решила? И вы увидите, знаете, что самое забавное в большинстве случаев? Знаете, какой будет ответ? Ходите просто смеяться еще раз. На вопрос, почему... Посмотрите, вот я пишу вместе со мной, пишите. Почему я считаю это угрозой? Знаете, какой ответ? Гениальный ответ наших пациентов. Ответ гениальный следует. Потому что мне так кажется. А еще лучше. И я так чувствую. Или такое ощущение, что я вот... Что я вот-вот. Вот у них вот так это выглядеть будет. У них в дневниках это всегда выглядит вот так. У тебя пульс 130. Да. Ты считаешь это угрозой? Да. Почему? Ну, потому что это много. Почему? Ну, потому что раньше такого не было. Ну, а почему угроза? Ну, потому что... Да подожди ты, ё-моё. Ну, потому что... Ну, как бы, не знаю. Ну, мне так кажется. У меня такие ощущения, что вот это опасно. Понимаете, да? К чему я сейчас клонить буду? У тебя болит голова. Или там у тебя расфокусировано зрение. Ты проверилась. И ты считаешь, что это признак сумасшествия надвигающегося, например. И ты пишешь. Расфокусировка зрения. Считаю, что это признак шизофрении. На основании чего ты так считаешь? Что врачи сказали? Врачи сказали ВСД. Ну, на основании чего ты считаешь, что это признак шизофрении? Что это вот-вот ты сойдёшь с ума? Ну, не знаю. Такое чувство, что я вот-вот сойду с ума. Поняли, как эти клиенты рассуждают? Нет там никаких норм. Вот возьмём, например, сердце. Вот поднимите руку, кто считает, что у сердца есть какие-то нормы. Мне просто интересно. Вы что, считаете, что у пульса и у давления есть нормы? Вы правда так думаете? И вы считаете, что пульс 130 – это не норма. Правда? Кто сейчас более-менее осведомлён? Да вы что, серьёзно? Какой бред? Откуда вы это взяли? Вы где-то, Александр, вырвали из контекста цифру 120 на 80, но у вас не хватило желания понять, с чем эта цифра связана. Нету никаких примерных норм. И врачи так не говорят. Смотрите, в чём подстава вашей безграмотности. Сейчас объясню вам. Просто, чтобы вы поняли это раз и навсегда. Ну, хотя наверняка куча упоротых, которые это не поймут. Они сейчас посидят и пойдут писать на своих форумах. Ну, Каражков сказал, что пульс 130 – это нормально. А ещё у него спина волосатая. Ну, они такие у нас, ребятки. Они все очень забавные. Смотрите. Всё, спасибо. Я сейчас вам поясню. Значит, нормы. Во-первых, ощущения все, которые вы испытываете вегетативно, это история не про нормы. Это всегда история про как будто. Все это поняли? То есть, давайте запомним. Вы должны чётко увидеть, какими иллюзиями вы считаете, что это опасно. Все это поняли? А теперь смотрите по поводу пульса. Например, давление 120 на 80. Это давление среднестатистическое, потому что есть гипертоники, есть гипотоники. Это некая средняя цифра по больнице. Пишем. Вот это, вот товарищи в кастрюлях, особо внимательно сейчас пишем. Вот этого вы не знаете. Вот вы сейчас это поймёте, я надеюсь. Вот прям татуировку себе, блядь, сделайте на лбу. Вот особенно упоротые про пульсы, про панические атаки и про тахикардия. Вот это сейчас запишите себе большими буквами на заднице. Давление и пульс измеряется относительно физического покоя и эмоционального покоя. Не надо быть гениальным человеком, чтобы понять, в каком состоянии находится невротик. Когда человек убеждён, что у него что-то с организмом, когда человек ждёт, что ему диагностируют какую-то проблему, о каком, блядь, состоянии покоя идёт речь? Это первое. Я надеюсь, всем упоротым это понятно сейчас, что цифры, нормы в медицине, в этом смысле пульса и давления, соотносятся к состоянию эмоционального и физического покоя. Дальше. Вот это, я надеюсь, все понимают. Но упоротые не поймут. Идите нахер отсюда. Вот это всем понятно, что ваш пульс, например, 80 или 130, это здоровый пульс человека, находящегося в эмоциональном расстройстве. Ваше давление и ваш пульс – это давление и цифры человека, находящегося в эмоциональном состоянии. Когда вы ложитесь на электрокардиограмму, и вам говорят, что-то у вас сердечко чистит, оно почему у вас чистит, когда вы находите состояние эмоционального расстройства? Вы чего ждёте от кардиографа? Вы когда ходите стонометром, блядь, по своим городам, вы что думаете, у вас давление будет 120 на 80, когда вы ждёте, что оно вот-вот подпрыгнет? Вы фиксируете пульс и вы фиксируете давление человека, находящегося в эмоциональном состоянии. И, к сожалению, очень мало какие медики, когда приезжают, например, на вызов скорой помощи, они редко спрашивают, а вы в каком эмоциональном состоянии находитесь. Редко кто из врачей, когда фиксирует такие цифры, спрашивает, а у вас как вообще с нервишками? Понимаете, да, о чём я? Это очень важно. Поэтому во время физической нагрузки тоже есть нормы. Давайте их запишем. Физическая нагрузка. Физическая нагрузка. Значит, смотрите. Есть очень простая история. 220 минус возраст. Минус 20%. Вот по этой формуле рассчитывается средняя цифра физической нагрузки. Я хочу, чтобы вы это поняли. То есть, эмоциональная и физическая нагрузка – это естественные цифры. Вот возьмите свой возраст. Возьмём меня. Мне 33 года. Это минус, сори, 220 минус 33. Это у нас 187, да? Правильно я посчитал? Правильно? И 187 минус 20%. Сколько это у нас получается? Ну, примерно минус 36, минус 37, 220, 187, минус 37, 160, 187, минус 36. 149, 150. Ну, где-то так. Вот 150 – это примерно мой средний пульс при физической и моральной нагрузке, который, в принципе, будет абсолютно естественным между подходами в спортзале, который будет естественным. Во время упражнения мой пульс будет примерно 187. Вот и всё. Есть выше 187, не нужно подниматься подведение. Подниматься может, но он не поднимется выше, потому что сердце не может поставить такие цифры, которые биологии не прошиты. Я слышал у кого-то, Николай, вот это вот «я слышал у кого-то». Любой адреналин, любая физическая нагрузка будет у вас укладываться в эти цифры. Всё очень-очень не сложно. Просто надо слушать меня внимательно, а не что-то где-то и так далее. 220 – минус возраст, минус 20%. Это средний пульс рабочий моего состояния. Мой верхний пульс будет стараться, я буду его убирать не выше 188 примерно. Вот примерно так это будет. Если я буду в кроссфите херачить, как лошадь, у меня пульс может быть и 200. Пишем дальше со мной, и тему с пульсом закончим. Хорошо? Потому что иначе вы настолько упороты этой темой, что вы можете до утра. Значит, лыжники, велосипедисты, велоспорт и так далее едут в марафон на каком пульсе? На пульсе 220. Вы что думаете, они из Африки или из какого-то Марса прилетели, что ли? Кто занимался биатлоном? Кто занимался велоспортом? Я надеюсь, есть такие, хотя вряд ли. Вы помните, что вы тренировались на каком пульсе? У вас вилка пульса выносливости 200-220. Вот и всё. У меня возникает вопрос к упоротым. Вы какого хера считаете пульс 120-130 опасным относительно эмоционального и физического состояния? Можете сейчас это понять? Насколько вы у меня 218 на велике? Ну всё правильно. А вот эти упоротые люди про сердце, они на сколько, на каких основаниях начали считать, что их пульс, сука, 130 опасен? Да потому что пульс 180-220 – это рабочий пульс на выносливости у спортсменов. В нём нет ничего выдающегося. И давление там, конечно же, к 180-2 там. А вот Влад, смотрите, что Влад говорит, и это абсолютно правильно. Давайте эту тоже тему поднимем по поводу сердца, иначе вы просто это самое. Надо, чтобы вы были хорошо образованы. Пишем вместе со мной. Стойте, 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 хватит. Влад, я, блин, удалил тебя, прости. Что Влад сказал? У людей, которые постоянно тренируют себя на высоком пульсе, велосипедисты, биатлонисты, футболисты, марафонцы, у них в покое идёт декомпенсация. Так называемая брадикардия. У всех профессиональных людей, которые постоянно работают на высоком пульсе, у них в пульсе покоя может достигать 45-50 ударов в минуту. Это декомпенсация. Объясню почему. Когда сердце умеет хорошо работать на высоком ритме, миокард настолько тренируется к определённой выносливости, что в покое, есть кардиологи, что такое систолический объём и систолический выброс. Когда сердце работает на 200-200 ударах в минуту во время нагрузки, оно настолько привыкает перекачивать огромное количество крови, что когда человек не испытывает физическую нагрузку и моральную, этому сердцу достаточно сократиться всего лишь 45 систол в минуту, чтобы перегнать тот объём крови, у которого не утренированного человека требует 60 систол в минуту. Все поняли, что такое выносливость сердечно-сосудистая? Это скорость разгона пульса до определённого момента и выдерживание пульса высокого на определённом временном периоде, сохранение работоспособности окисления азотом мышц, молочной кислотой и так далее, лактатом, и восстановление пульса в определённый временной период после отмены физической нагрузки. То есть, сердечно-сосудистая выносливость определяется уровнем восстановления. Вот этот момент очень важен. Все это поняли? Поэтому невротики, которые считают свой пульс 120, 130, 140 и так далее, высоким, это высосанный из пальца аргумент. Все это понимают. Вон у меня лыжники, и вот вам писали выше. Ребят, ещё раз, пожалуйста, кто занимался, кто писал, пожалуйста, но, Василий, вы прочитали полную хуйню, потому что миллионы людей занимаются на высоком пульсе, на высоком давлении всю жизнь. И нет, ребят, ещё раз, напишите цифры, вот кто занимался лыжами, биатлоном или велоспортом. Ваши цифры рабочие, напишите, пожалуйста, чтобы окончательно точку поставить сейчас, чтобы вот эти упоротые люди, ну не я, а цифру напиши, я. Напишите цифру, на котором вы ездили, на котором тренера вас фиксировали. Пишите, на какой рабочий пульс у вас был вид спорта и рабочий пульс. Велосипед 180, футбол, было 215, велик 219 максимум, баскетбол 150, 180, да. Помните, ваши спортивные врачи садились, вы когда садились, и они замеряли вам пульс и время восстановления, помните, это и есть контроль восстановления пульса. 150, 170, красная зона 190, всё верно. 180, 190, а теперь 130, ну да. 140, велосипед маловато, что-то как-то ты не дошёл. 160, коньки 150, ну всё. Вот 180, 215, это ближе к бегу 200, всё верно. Ребят, вот товарищи кардиофобы, в тренажёрном зале пульс невысокий на самом деле, он где-то 130-150. Плавание 180, да, соглашусь. Кардиофобы, все эти цифры прочитали. Ещё раз на формулу посмотрите, пожалуйста. Спасибо, ребят, большое, для тех, кто сейчас писал про цифры. Да. Ну, я понимаю, что есть какие-то бесполезные вещи. Все формулы запомнили? Да и какая разница, тут дело не в виде спорта, а дело в том, что у вас у всех сердце работает одинаково. Итак, идём дальше. Значит, подведём итог по поводу симптомов. Надо сделать главное. Постоянно задавать себе вопрос, на основании чего я именно этот феномен трактую как угрожающий. Все это поняли? На основании чего? И вот я сейчас вам просто привёл небольшой разбор, как убеждение о том, что пульс 130 опасен, разбирается в кабинете психотерапевта. Но если мы будем вот так досконально разбирать каждую угрозу, как вам кажется, клиенту станет легче? Если я также буду разбирать давление, если я также буду разбирать понос, если я также буду разбирать ощущение покалывания на коже, если я также буду разбирать ощущение, как будто я схожу с ума, вы можете представить, сколько это затратит денег и времени у пациента? Лучше ему станет, Катя Но знаете, как это будет? Ой, мы сегодня за 4 тысячи в час разобрали Что оказывается, я не умру от сердца Ну, как бы, да, наверное, прикольно Но я не из тех людей, которые так хотят делать Потому что, конечно, надо все это объяснить Но я прекрасно знаю, что за этими страхами Стоит одна простая формула Слушайте меня, потому что вы разбирать это можете пожизненно Вы подсадите на иглу психотерапии в этом смысле И вы будете платить по 5 тысяч в час И прочие покупать тренинги Где вам будут одно и то же рассказывать А вы будете успокаиваться, согласны? Вам будут рассказывать, а вы будете успокаиваться Потом, но ничего фундаментально меняться не будет Вы будете приходить на тренинги Вам расскажут, что это не упасно Вы не умрете, обоснуют почему Вы успокоитесь Но пройдет какое-то время И у вас тревога поднимется И я не хочу, чтобы вы так делали Потому что надо понимать Давайте со мной записываем эту ошибку Это очень важно Это очень важно Я совершенно выбился из глии, из графика Но ничего Просто так много хочется сказать Пишем Основное напряжение Двоеточие И здесь у нас выход по телу Он безопасный абсолютно Это тахикардия Он в горле, не хватка воздуха То, что вы называете ВСД Это выход В сомнения Это мысли И они тоже абсолютно безопасны Просто я хочу, чтобы вы это написали И это выход В поведение Ритуалы Переедание Лень Депрессия Переутомления Выгорания И это уже последствия Итак, смотрите Теперь коротко о том Чем опасны Симптомы Или невротический выход Слушайте меня внимательно Чем опасны неврозы И так далее Значит, когда у человека Актуализируется невротическое расстройство Как вы сейчас поняли Он будет ощущать его выход по телу Он будет ощущать его выход в сомнениях За собственное здоровье И он будет ощущать его выход в странном поведении Все это поняли, да? Ребята Чем опасно? Пишем Значит Первое По поводу выхода по телу Если есть Хронические Заболевания Они могут обостриться Если их нет Не паримся Второе Чем опасно Старческий возраст Изменения В миокарде Ввиду Старения То есть Пожилым людям Конечно Эмоциональное расстройство В прогнозе Не самое благоприятное Чем еще опасно Симптоматично Дискомфортом Моральным Они опасны Я просто сейчас только про симптомы говорю Значит по телу Ну по большому счету все Именно по телу Больше ничего с вами не случится Здесь Значит дальше По поводу сомнений Опасны Это чем? Потери Работоспособности Работоспособности Концентрация Ну это туда же Ладно Я напишу Потери концентрации Плохое настроение Давайте я так напишу Чем еще опасны Неврозы Бездействие То есть Люди могут так Замкнуться дома Что они могут Бездействовать Потому что Больные То есть Они могут Настолько считать Себя больными И не работать В правильном направлении Что они просто Будут бездействовать Они могут Стать обузой Для жены Для девушки Для парня То есть Человек Который Упорот Что он умрет Все это сейчас Кстати Мне кажется Прочувствовали Представьте себе Человек Который упорот Что от пульса 130 Он умрет На улице Где-нибудь И можете представить Как это Не всегда Удобно В быту И Это не помощник Это Ну как бы Поэтому Неврозы Они не опасны Для смерти И для сумасшествия Они опасны Только Вот Морально Этическим Таким Качественным Жизненным Фундаментом То есть От неврозов Не умирают От неврозов Не сходят с ума Ничего не случается С этими людьми Вообще Но Качество Жизни Пациентов Посмотрите Насколько страдает Причем Ужас ситуации В том Что они Пришли К этому Качеству В кавычках Жизни Только лишь Исходя Из истории Что они Неправильно Занимаются Своим Неврозом Они Порой Им даже Не занимаются А если Занимаются То не совсем До конца Или неправильно Все это понимают Поэтому Те ребята Которые считают Что они умрут Сойдут с ума Вы пока Не начнете Заниматься В верном Направлении Вы будете Обречены На херовое Качество Жизни А теперь Смотрите Есть такой Феномен Знаете Наверняка Дереализация Деперсонализация В курсе Да Вот Если вы Затянете Вот это Упоротое Состояние Бездействия Упоротое Состояние Нежелание Что-то делать Упоротое Состояние Никуда Не ходить Упоротое Состояние Верить Что вы Сойдете С ума И мир Не такой Вы получите Дереализацию То есть Дереализация И деперсонализация Это Последствия Длительной Социальной Изоляции Вот Если у нас Есть ребята С группы Из контакта Дереализация Деперсонализация Я надеюсь Я надеюсь Что они Есть Я им туда Кидал ссылку По-моему Вот ребята Если это Действительная Дереализация И деперсонализация То это Последствия Вашего Упоротого Жизненной Вашей Упоротой Жизненной Позиции Понимаете Нервный Срыв По-разному Это может быть Просто истерика Слезы И так далее Вот те У кого Дереализация Деперсонализация Вы себя Упороли Своим Социальной Своей Социальной Изоляцией До таких До такой степени Что у вас Психика Уже Настолько Вот Заплесневела В кавычках Да Метафорой Что она Уже Не воспринимает Социальный Мир Вот так Как Воспринимают Обычные Люди Потому что Все люди Которые Страдают Синдромом Деперсонализации И дереализации Давайте Это напишем Если кому Надо Значит Все У кого Есть Дереал Потом Покажите Им это Видео И деперс Это Все Социально Изолированные Люди Я еще Не встречал Истинный В терапии За 7 лет Дереализации И деперсонализации У Людей Которые Социально Активны И социальны В принципе Все это Поняли Согласны Дереал Тоже Безопасен Но Качество Там Вообще Не Отсутствует Это Люди Просто Вот В Японии Есть Такие Люди Кто знает Как Они Называются Дезабей Не важно Кто знает Как В Японии Называются Люди Которые Сами Решают Сидеть Дома И никуда Не выходить Они Социально Изолируются Сами Там Есть Такая Категория Социальная Одно Слово Там Какое Кто Знает Как Называется Да 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 Хикимо Вот Эти Долбоебы Да Верно Вот Вы Превращаетесь В этих Персонажей Понимаете Вы Сами Себя Засовываете Домой Не Изолируете Себя От Социального Общения Ввиду Ваших Социальных Проблем И Уже Деперсонализация Дереализация И так далее Является Последствием Этой Изоляции Все Это Поняли Поэтому Подведем Итог По поводу Симптоматики Значит Вам Надо Всем Четко Понять Что Вам Нужно Научиться Пишем Вместе Со мной И идем Дальше Значит Необходимо Уметь Не Видеть Угрозы И Позора В телесных И мыслительных Проявлениях Вот это Все Запишите Пожалуйста Прям Красными Буквами На этом Мы заканчиваем Тему Симптома Переходим В тему Причин И поводы Потому что Все остальное Сейчас будет Высасываться Из пальца Да и уже Два часа Прошло Представляете То есть На первом Этапе Необходимо Научиться Не видеть Позора И угрозы В разных Телесных Феноменах Что Для этого Надо Выписываете Телесный Феномен Которого Вам Как Кажется Раньше Не было И Начинайте Пытаться На Листочке Выписать А с чего Вы решили Что это Угроза И вот Весь Этот Маразм Выписываете На лист Всем Это Понятно Ребята Плюсик Ставим Переходим К причинам И поводам И Дальше Вы Начинаете Диспутировать А с чего Я взяла Что Это Угроза Но на основании Чего Просто Ощущений И Вот Здесь Вам Потребуется Как раз Либо Консультант Либо Поддержка Для того Чтобы Научить Вас Чему На первом Этапе Поняли Да Диспутировать Что на самом Деле Вот мы Сейчас Провели Небольшой Разбор По поводу Пульса Многим Уже Стало Понятно Что на самом Деле Их Убеждения Были Ложны Да Потому Что Если Разбирать Все это По правде То Вы поймете Что Поэтому Вы Не умираете И Никто Не умирает От неврозов Но Если Б Красиков Был Таким Долбоебом Нет Я Многим Не нравлюсь Который Про 220 Минус Возраст Вот это Все Врал бы Где Трупы Вы Что Думаете Что Я Закапываю В своем Огороде Коттеджного Поселка И Все Психотерапевты Мира Трупы Своих Пациентов Закапывают Что Где Трупы И Где Сумасшедшие От неврозов В интернете Сотни Людей Которые Не могут Справиться Тысячи Запросов В Яндексе Десятки Тысяч ВСД Запросы 109 тысяч По-моему Мы смотрели Недавно Ребята Не показывали 109 Сука Тысяч В месяц Людей Ищут ВСД Лечение Где Трупы Где Шизофреники Из этого Количества ОКР Тоже Десятки Тысяч Можно ли Сойти С ума Сойти С ума От ВСД И невроза Чувство Сумасшествия Где Эти Сумасшедшие Мы Их Не Видим И не Видим Ни Трупы Ни Смерти И так Далее А если Вы придете В отделение Неврозов И в отделение Пограничных Состояний То Вы Увидите Парочку Человек Которые Просто Довели Себя Тревогой До Такого Состояния Что Им Сказали Слушайте Приляжь Уже Успокойся Вот И все Поймите Вы Это Все Это Поняли Ну Конечно Не Сидят Поэтому Никто Не Умирает И Нет Там Никого Психушки Вы Когда Последний раз Психушки Алексей Были У Меня Тут Одна Клиентка Пошла Получать Справку И Воль Ее Занесло В отделение Пограничных Состояний Просто Там Пришлось Что То ли Найти То Ли Она Говорит Леш Я Первый Раз Увидела Что Такое Психиатрические Пациенты Она Говорит Ты знаешь Я На Всю Жизнь Поняла Что Я Не Сойду С Ума И Я Вообще Далека От Этого Кто На самом Деле Видел Душевно Больных Людей Вот У Нас Там 200 С лишним Человек Сейчас Онлайн Ты Я Вам Видели А если Видели То Не факт Что Душевно Больного Вы В большинстве Случаев Их Не Видели Потому Что Когда Вы Видите Душевно Больных Людей Это Совершенно Другие Люди Они Абсолютно Не Имеют Тех Страхов И Сомнений И Симптомов Которые Связаны С вашими Немрозами Согласны Поэтому Если Вы Хотите Придите В отделение Психиатрической Больницы Закрытого Типа И Посмотрите Что Такое Психозы И Душевные Болезни И Вы Очень Быстро Вам Станет Страшно Пиздец Как Если Честно Потому Что Любая Вот Такая Патология Вызывает Очень Сильный Инстинкт Самосохранения Согласны Кто Сталкивался С душевно Больными Людьми Согласитесь Сразу Страшно Становится Вот Я Когда Ходил Там У нас Практика Была Это Реально Первое Время Стремно Потому Что Когда Ты Слышишь Весь Этот Бред Когда Ты Понимаешь И Смотришь Людям В глаза И Понимаешь Это Абсолютно Не Вменько Очень Страшно Даже Специалистам Но Потом Ты Привыкаешь Конечно Да Прям Страх По Ногам Идет Когда Ты Видишь Реально Душевно Больного Человека И Страх У него Совершенно Другой Меня Держат Здесь Насильно Потому Что Допланетяне Связали Мою Жену Изнасиловали Дочь Увезли Ее На Марс Мне Срочно Надо Выйти Отсюда Чтобы Я Полетел За ней Меня Уже Ждут Буквально Возле Подъезда Понимаете А Страха Тоже Много Он Другой Совершенно Все Это Поняли Сначала Страшно Потом Нормально Согласен К этому Адаптируется Психика Вообще Очень Адаптируется Ко всему Итак Все Закончили Тему Симптоматики Повторяем На первом Этапе Терапии Вы Выписываете Все Вегетативные Слушайте Меня Внимательно Вы Выписываете Все Вегетативные Феномены И Начинаете С собой Диспут О том А с чего Вообще И на каких Основаниях Я вообще Это взяла Что Это Как-то Мне Опасно И угрожает На основании Чего Каких Фактов Каких Домыслов И так далее Это всем понятно Прекрасно Сейчас я сотру И мы идем дальше Теперь у нас Второй блок Нашего Сегодняшнего Семинара Как я уже понял Мы задержимся Мы теперь Переходим К причинам И поводам Но мы Немножечко Ускорим Сейчас Значит Все что Мы сейчас Ребят Нравится Вообще Вы довольны Что пришли Бесплатно На такое Мероприятие Нормалек Да хер Снес Астении Это Последствия Астении Довольны Ну хорошо Деря Лаборативно Только если Ты действуешь Правильное Направление Ручками И ножками А не сидишь Дома Со словами Когда меня отпустят Нихуя Тебя не отпустят Дома Отпустят вас Только тогда Когда вы будете Конкретные изменения В конкретную жизнь Свою приносить Просто Дома Никого Не отпустят Я вам всем говорю Ответственно Не отпустят Не отпустят Если вы будете Бездействовать Так Все я понял Хорошо Значит Идем По второму Блоку Причины И поводы Вот мы сейчас С вами Спасибо Не отпустят Никого Если вы будете Просто сидеть Смотреть Ютуб Если вы просто Будете заниматься Информированием Ребята Спасибо большое Я доволен Что вам нравится Вот Если Увы Вот знаете Что Я сейчас Выключу чат И мы Перейдем К второй теме Вот все Сейчас Внимательно Меня послушайте Прям Блять Сука Как чумак Установка Вы Если Думаете Что С неврозом Можно Отлежаться Вы Делаете Такую Грубейшую Ошибку Которая Может Перечеркнуть Все Ваше Будущее Страх Это Якорь Которая Затормозит Все Сука Ваше Развитие И Если Вы Привыкли С гриппом Взять Больничный На две Недели И Отлежаться И Если Вы Считаете Что Вы Отлежитесь С неврозом Было лучше Или нет Ой Нет Что-то Мне Хуже Ой Нет Мне Лучше Пойду-ка Я посмотрю Ютуб Может Что Нового Скажет О Красиков Новый Видос Запилил Да Нормально Нормально Поматерел Заматерел Да Интересный Парень А тут Что Показывает О О О Еще Один Ну Да Да Это Все Конечно Хорошо Но Мне Пидорасы От Этого Не Лучше Говно Все Вы Что Думаете Вы От Этого Изменитесь Очень Сильно Что Ли Да Вы Не Изменитесь Никогда Таким Образом Не Неврозы Так Нет Терапевти Не Исправляются А вот Когда Вы Когда Вы Поймете Что Надо Делать Вот Первое Что Надо Делать Это Взять Сука Листок И Начать С собой Блять Вести Беседу Почему Я Считаю Эти Телесные Феномены Опасными И Понять Что Вы Ошибаетесь Второе В этой Жи Части Смотрите Про Панические Атаки Агорофобию Каждый День Вы Выходите На улицу И Понимаете Что Вы Должны Помните Усиливать Кому Надо Про Панические Атаки Все Еще Проживание Давайте Немножко Про Панические Атаки Если Вы Избегаете Панических Атак Если Вы Опять же Считаете Что Паническая Атака Угроза Здоровья Напишите Это Почему Паническая Атака Угроза Для Здоровья И Вы Увидите Паническая Атака Угроза Для Здоровья Потому Что Я Умру Почему Ну Потому Что Задача Прожить Панические Атаки Каждый День И Понять Что Как бы Вам Не Было Страшно И Какая Паника С Вами Не Случилась Она Вас Не Убьет И Только На Фоне Этого Поведения Вы С Ними Справитесь Поставьте Плюсик Кто Справился С Паническими Атаками Только Используя Методику Контакта С Паникой А Не Убегание От Нее Хуют Аля Не Будет Посмотри Статистику Плюсики Ставим У кого Нету Панических Атак Кто Испытывал Упражнения Проживания Наполнения Се Страхом И Так Далее Аля Вот Сюда Глазками Глянь Очень Важно Понимать Что Использую Контакт Постоянно Я хочу Паническую Атаку Да пускай Она будет Да сколько Угодно Да будет Неприятно Но она Закончится Пока вы Бегаете От паники Только бы Не было Только бы Не было Только бы Не было Вы сами Создаете Проблему Потому что Внимание Пишем Почему Я боюсь Панических Атак Пишем Почему Я боюсь ПА И избегаю Пишем Вместе Со мной Почему Я боюсь Панических Атак И избегаю Пишем Потому что По То Что Я Имею Убеждение Что они Мне Опасны Вот и весь Долбанный Секрет Да конечно Нету У Али Все еще Может Хуежит Не может Потому что Если ты Не видишь Опасности В панической Атаке И ты Каждый день Ее Пыталась Усилить Ее Быть Не может А вдруг Поведу себя Странно Николай Это тот же Самый Ёбаный Пиздец Который У вас Есть По поводу Тахикардии А вдруг У меня Двоеточие И там Целая Библиотека Ленинская Чего у тебя Может быть Понимаешь О чем я Вот этот момент Очень важен Если вы Считаете Позор Это упасть В обморок Описаться И так далее Если вы считаете Что паническая Атака Вам Угрожает Обоснуйте Почему Поймите Что это Бредовое Обоснование И идите Каждый Сука День На улицу И пытайтесь Ее Вызвать Сами Протаскивая Себя В это состояние А не убегая Только бы отпустило Только бы не было Да нет Давай Давай И посильнее Я хочу посмотреть Как это Вот туда надо идти Все это услышали Для тех Кто еще Считает Что это Угроза Потому что Если вы Просто Научитесь Избегать Панических Атак И приступите К тому О чем мы Сейчас будем Говорить Вы себе Окажете Медвежью Слугу Вы сделаете Понятно Вы сделаете Себе Аля Псевдотерапевтическое Изменение Вам Покажется Что вы Больше не Испытываете Панических Атак Да вы их Просто избегаете Поэтому Не испытываете Надо научиться Их Не бояться И как только Ты сердцем Скажешь Да блядь Да сколько угодно Пускай будет Панических Атак Нет В этом Ничего Страшного И ужасного Ну да Сожмется Что-то Ну да Как бы Напряжение Будет Ну да Сердце Ну да Суета Ну и что Ничего страшного Подышу Попью водички Дальше пойду Все Вот когда Вы дойдете До такого Состояния Понимания Никогда У вас больше Панических Атак Не будет Всем это ясно Супер Теперь давайте Второй Второй Тезис По поводу Причины Следствия Мы говорили С вами В первом блоке Нашего Вебинара О том Что У людей Возникает По поводу Симптоматики Потому что Вебинар Посвящен Ошибкам И одна Из главных Ошибок На первом этапе Это действительно Интерпретация Что симптоматика Опасна Я поэтому Только два часа Времени Эмоционально Заходил Вам в голову Чтобы вы Поняли Что нельзя Интерпретировать Симптомы Как угрозу Иначе Вы сформируете Тревогу Да Атаки Прошли На навязчивые Причины Вреда И так далее Так что Капец Все правильно Они И будут Пока не устранена Основная проблема Есть куча людей Которые Кичатся тем Что не справились С паническими Атаками ВСД При этом Их форма поведения Компульсивная Депрессивная Эмоциональная Никуда не меняется Эти люди Даже умудряются Говорить о том Что они Высокие специалисты И знают Что на себе Прожили это На себе Они прожили Просто одно Я больше не боюсь Панических атак Я их не испытываю Я спокойно Передвигаюсь Но основные Симптомы Невротического Серьезного Расстройства Налицо Как были Так и остаются Вопрос В чем прикол Понимаете Да О чем я Непонятно В чем прикол Надо на самолет Ну потом В копии Посмотришь Спасибо Пожалуйста Значит Теперь пишем Вторая часть Причины и поводы Вот все Что я вам Рассказывал В первой части Спасибо Откуда же Появляются Вот эти три Выхода По телу Постоянные Сомнения Да Страхи Воспоминания И поведение Заедание Депрессии Бездействия Эмоциональные Срывы Надо быть лучше Надо быть лучше Надо лучше Надо лучше Аж как бы лучше Откуда это Это идет от основной Невротической конструкции Основная невротическая Конструкция Никак не связана С паническими Атаками Она никак не связана С ВСД Она никак не связана С навязчивыми мыслями Напрямую То есть все эти симптомы Они как бы Как яблоки на яблоне Уже наверху Там у нас висят На этих На ветках А основная Невротическая Конструкция Это каркас Вот этого дерева Это его ствол Такой основательный Ствол А уже ветки Это проявление Все поняли метафору У меня кстати была Одна пациентка Которая рисовала Свой невроз В области метафоры Дерева Там как раз Вот это было Очень хорошо нарисовано Что вот ствол Это основная проблема Самооценки Корни Это ее родители Которые питают Всю эту проблему Там же и так далее А вот ветки Паническая атака ВСД Ком в горле Нано-тахикардии Это все яблоки Которые висят На этом дереве Хуячить палкой По яблокам Бесполезно Новые вырастут Все понимают это И поэтому Рассказывают люди В интернете Как пизда Сбивать яблоки Блять Вот с таким Подмахом И вот с таким Подкручиванием Это бесполезно Рассказывать людям В ютубе Надо о том Как сбив яблоки Вот дальше Руководствуясь Своим личным Практическим опытом Показать людям Куда применить И что А не рассказывать Как эти яблоки Сбивать И как они Разлетаются Я вчера Сбила яблоко Оно так Разлетелось Так разлетелось Не важно Что у меня полный Пиздец Со стволом И с корнями Но яблоки Я сбиваю Пиздато Это что за история Такая В чем Что это такое Понимаете О чем Вот Не надо Сбивать Яблоки В ютубе Надо Понимать Что такое Корни И как Выглядит Ствол Потому что Со стволом У этих Сбивателей Яблок Блядь Явные проблемы И мы все Это наблюдаем Какая там Проблема Со стволом Там Проблема Со стволом Такая Что она Уже торчит Отросточек Этот В виде ствола Стволик Понимаете И вот этот Стволик Он уже Так Это Возникает Большие вопросы К этому Поэтому Обрубанное Значит Да Что Является Причиной И поводом Пишем вместе Со мной Причины И поводы Значит В мировой Психотерапии Есть такое Понятие Как причины И поводы К невротическим Расстройствам Пишем Поехали Поводы Поводы Это обстоятельства Накануне Выхода В симптомы Ну Как правило Первые симптомы Они всегда Выходят по телу Помните Да Но алгоритм Такой Вышла по телу Испугалась Вышла в сомнение Вышла в ритуалы Поняли Да То есть Это простой рефлекс Сначала Невроз Пошел по телу Вы Испугались Как он пошел По телу Потом Он пошел В сомнение За здоровье И сомнение Здоровье Вы стали Делать ритуал Согласны? Но самый банальный Примец Пример Это Невроз Актуализировался Он вышел в тахикардию Это по телу Вы Вы испугались От незнания Потом Он вышел в сомнение А вдруг у меня инфаркт А вдруг у меня сердце А вдруг у меня сердце А вдруг у меня инсульт И потом Вы вышли В ритуал Мирение давления Изучение сердца Контроль за сердцем И так далее Все очень несложно Это не требует Интеллекта 140 Это Достаточно Просто Чтобы вот эту систему Понять Все это поняли? Невроз Актуализировался Итак Поводы Пишем Это обстоятельства Накануне Вода Что я пишу? Накануне Выхода У меня исправляет Компьютер сам Накануне Выхода В симптом Какая-то вода Накануне Выхода В симптом То есть Это могут быть Давайте я вам Понакидаю Несколько вариантов Какие обычно В терапии В терапии Не в лекциях По ВСД А в реальной Терапии Населения Я уже про это Говорил Какие обычно Поводы Поводом Последним Может быть Алкоголь Похмелье Ссора Обида Любое поведение Близких Поражения Или наоборот Фильмы ужасов Или наоборот Радость Или Жара Или Пам-пам-пам-пам-пам Дискомфорт Или например Самолет Все это поняли Что на самом деле То что я сейчас Перечислил Многие Посчитали Причиной Ты говоришь Муж мой Ты гондон Потому что У меня Из-за тебя Сука Невроз Кто так говорил Своим мужьям Это неправильно Потому что Поводы Которые Вот Вы сейчас Будете вспоминать Самолеты Мужья Обиды Поведение Близких После которых Все Началось Да Это Поводы К выходу В симптом Поводы То есть Повод Это что-то Последнее Спасибо Я понял То есть Вы можете Проснуться В последний Какой-то момент Что-то Произошло И вас Потащило В симптом После этого Дальше идет Смотрите Что Возник повод После чего Возникает Актуализация Невротического Состояния И она у нас Опять же Актуализируется По телу В скобочках ВСД Она у нас Актуализируется По сомнению Это всякие Мысли И сомнения Да Она у нас Актуализируется По поведению Это всякие Ритуалы Заедание Заедание И Трудоголизм Трудоголизм Контроль И так далее Контроль уровня Да Значит Вот так Это идет Дальше Случился Повод Последний Повод Сейчас Про причины Узнаете И у вас Пошли Эти истории По По этим Трем Моментам А потом Вы стали Бояться И Контролировать И избегать Вот так Вы замкнули Ваше состояние Вот и все Вот так В среднике Выглядит Невротическое Расстройство У пациентов Случился Последний Повод Актуализировалось По телу Пошло в сомнение За здоровье Стали Проверять И замкнулись Стали Бояться Контролировать И избегать Все понимают Как эта схема Нехитро Выглядит Успели Записать То что ты гей Это повод А вот причина Сейчас мы Поговорим Об этом Да подожди Все поняли Эту схему Теперь смотрите Идем дальше Работа Это повод Ну у тебя же Работа Написана В списке Там же все написано Так Здесь видимо Сложнее Да вам заходит Тогда надо Объяснить Что такое причина Окей Пишем Ребятки Вы устали Да наверное Я то могу До утра А вы наверное Устали уже Значит Теперь внимание Вопрос У каждого Ли человека Вот эти поводы После которых Началась Актуализация Невроза Станут вообще Поводами Вот просто Сейчас подумайте У каждого У каждого Человека Ли Какие-то Ссоры Алкоголь Алкоголь Опьянение Похмелье Ржач Фильм ужасов Жара Самолет Станет Поводом Выходом Гневроз Да далеко Не у каждого Поэтому Понимайте Понимайте меня Правильно У каждого Свои причины И поводы И для кого-то Повод Это повод А для кого-то Повод Это поржать Поняли все Все спасибо Значит пишем Вместе со мной По поводу Причин И поводов Все зависит Вообще Нет ситуации Пишем Да все спасибо Ребята Ну хорэ Все Пишем Повод Становится Триггером К выходу Только Когда Есть Причина Основного Напряжения То есть Повод Это Последняя Капля А причина Это то Что Копит Основное Напряжение Тут потребуется Немножко Интеллекта Поэтому я Поясню Значит Смотрите Поводы Которые Я описал Выше Это Обычные Ситуации Которые Стали Просто Последней Каплей К выходу В невротическое Состояние А причина Невроза Это То Что Именно Копится В формате Основного Напряжения Где Потом Последняя Капля В виде Повода Капнула И вас Потащила То есть Причины Неврозов Далеки От Поводов То Есть Понимаете На примере С похмельем Очень просто Похмелье Заставляет Вегетативную Систему Работать Усиленно И Этого Было Достаточно Для Последнего Повода Капли В том Чтобы Чаша Переполнилась Но До Этого Похмелья В течение Энного Количества Времени Ты Уже Собирал Определенное Напряжение По отношению К своей Работе По отношению К своей Жене По отношению К самому Себе По отношению К тому Что происходило В твоей Жизни Тебя Это Имело И имело И имело Но ты Не обращал До этого Внимания Пока Не Случился Последний Выход В симптом А выход В симптом Потому что Случился Последняя Капля Вот что Будет Последней Каплей Похмелье Или какое-то Другое Эмоциональное Действо Это Ребята Не важно Все это Поняли Все это Поняли То есть Не похмелье Создало Невроз Не Какая-то Ситуация Создала Невроз Это Лишь Была Всего Лишь Последней Каплей Все Это Поняли А вот То Что Копилось До Этой Ситуации Это И изучается Потому что Там Пишем Дальше Что Копилось До Повода И Вот тут Очень Интересно Тут Копилось До Повода Следующее Ситуации В жизни Отношения К ним Обстоятельства Противоречия Решения Не могу Принять Чувства Вины Не могу Бросить Чувства Ревности Я Убью Убью Ее Суку Да Привязанность К Матери Базовый Страх Остаться Одной Неуверенность В себе Как в личности Насилие И чувства Небезопасности Отсутствие Границ Социофобия Возраст Ответственность Потеря Близкого И так далее Вы понимаете Что если я сейчас Буду продолжать Я буду продолжать Очень долго Знаете Только лишь Почему Потому что Я не из тех Говорящих Голов Которые Рассказывают Информацию Канала Невроза Мегаполиса И книжки Аарона Бека Дмитрия Витальевича Квапака И выдают Это за терапию То что я Сейчас вам Перечислил Это тот Маленький Пласт Который Может быть В основании Причины К неврозам А поводом Может случиться Финальная Какая-то ситуация С каплей Понимаете Поэтому Вот это Очень важно Понимать Что Лечить Неврозы Надо В причине А не Ебашей Палкой По яблокам Со словами Как Актуализировался И проявляется Невроз Потому что Это Бесполезно Вы можете Заплатить Столько денег За эти знания Сколько у вас Есть Вы согласитесь Что все одно и то же Вы же все Смотрели Огромное количество Контента на ютубе Читали книги Но все Одно И то же Но вот Чтобы Справиться С самими Причинами Чувствую себя Экстрасенсом Все верно Потому что Это про вас Вот Этот момент Он очень важен Так у всех Походу Аня Просто Надо Разбираться В том Что В этих Людях Поэтому Ребят Вот Пятый сезон Который будет В чем там Прикол Я хочу Чтобы вы просто Правильно Меня сейчас Поняли Все послушайте Я На своих Занятиях На сезонах Собираю Информацию Из личного Опыта Не о том Как я с паникой Сука Боролся А я Собираю Информацию От тысячи Своих Пациентов Систематизирую Ее В те Причины И поводы И рассказываю Вам Не только О том Как Эти причины И поводы У людей Выглядят А то Как Локально С каждыми Вот этими Вещами Работать Ну и естественно Изучение Когнитивной терапии Как инструментария Просто Вам рассказать Здравствуйте Мы будем Заниматься Управлением Эмоциями Должествование Оценочное Суждение Катастрофизация Значит Убеждения Такие Схема Смерт Схема АБЦ Мысли Не равно Ситуации Это просто Сука Суха Теория Из учебника Клиенты Не смогут Ее Применить Даже Если Они сдадут Когнитивно Паническую Терапию На отлично Потому что Они базово Не понимают Куда Это применить Они просто Ебашут Убеждениями По жизни Но они не понимают У них нету Глубокого Понимания Куда Это Применить А вот Когда У вас За плечами Тысячи Историй Жизни И вы Можете Из этих Тысяч Историй Показать Куда Это Применить И как Вот тогда Эти методики Действительно Внимательные Люди Начнут Применять Именно Туда Они говорят Блин Вот это Применя Вот я Поняла Куда Вот я Поняла Куда А потом Уже Применяем Поэтому Приходите На пятый Сезон Кому Хочется Вот Пять Недель Со мной Пострадать В этом Смысле Будем Страдать И плакать Страдать И плакать Вообще И вы Все Прекрасно Поймете Сколько Личностей Столько Неврозов Совершенно Правильно Нельзя Прочитать Лекцию Можно Прочитать Книгу Вот у меня Нету Под рукой Книги У меня Вообще Книг По когнитивной Терапии Практически Здесь Нету Но Каждый Из вас Может Взять Книгу Джудит Бек Видели Вконтакте У меня Книги Можно Скачать Скачайте Оглавление Откройте Откройте Оглавление Книги Дмитриевича Ковпака Откройте Оглавление Книги Аарона Бека Джудит Бек Убеждение Мышление Тревога На-на-на И вы увидите Что это в принципе Готовый тренинг Просто надо Выучить Прочитать Подготовить Слайды Вы хотите За это заплатить Я не очень В этом сезоне Будет Очень много Нового Потому что Там будет Николай Много Гештальта Там будет Очень много Прочувства Очень много Прочувства Наиль Будут В копии Занятия Ты можешь Смотреть их В копии На следующий день Абсолютно Спокойно Я вам Рекомендую Действительно Прийти На пятый Сезон И вот Все Что я вам Сегодня Объясняю Еще более Жестко И глубоко Зайдет Так что Прямо Надолго Будет Рассасываться Итак Продолжаем Все поняли Что такое Причины И поводы Эксперимент Из Одного Из одной Техники Которая Связана С эмоционально Зрительными Образами Не бойтесь Закройте Глаза Представьте Себе Дерево Большой Дуб С очень Широким Стволом У него Очень Большие Корни Которые Уходят Глубоко В Дерево Глубоко В Почву И их Не Видно Видно Какие-то Части На Поверхности Но Внутри Под Под землей Это Огромный Шар Из Корней На Этом Дереве Растут Желуди У него Есть Мощные Ветки От Которых Отходят Маленькие Веточки И на Этих Веточках Растут Желуди И Листики Вот Эти Желуди Это Маленькие Физиологические Симптомы Где-то Закололо Где-то Пульс Где-то Экстрасистин Промелькнуло Цветочки Это Сомнения В Своем Самочувствии Ветки Это Различные Ситуации Эмоции Которые Возникают В разных Ситуациях Вашей Жизни Основной Ствол Это То Что Мы Называем Личностными Особенностями Или Мировоззрением Почему Именно Вы Так Реагируете На Эти Ситуации Ветки А потом Мы Спускаемся К корням Какие-то Корни На поверхности Мы Понимаем Что Что-то Идет Глубже Но Если Мы Просветим Рентгеном Всю Эту Ситуацию Мы Увидим Что Под Землей Целая Корневая Система Которая Уходит Глубоко В землю И наш Дуб Вообще Не в курсе Про это И уж Тем более Те деревья Которые Растут Рядом Но Эти Корни Настолько Переплетаются Отношение Отца К сыну Отношение Отца К дочери Насилие Отношение Матери К ребенку Гиперопека Или Дистанцированность Какие Были Кумиры В детстве Какие Были Авторитеты Какой Город Регион Страна Бабушки Традиции Религия Генетические Морфологические Особенности Анатомии Опыт Первого Полового Контакта Опыт Сополового Созревания Поведение Сверстников И социальной Группы Акцентуации Характера Там Такое Количество Внутри Интересного В этой Личности Что Именно Там И кроются Все Ответы А теперь Откройте Глаза Если кто Закрывал А теперь Посмотрите А на том Какую Часть Из этой Огромной Системы Занимает Лекция По паническим Атакам И ВСД И когда Вы собьете Желудь Под названием Паника Тахикардия И несколько Листьев Осыпется Ввиду Ваших Сомнений Эта Огромная Конструкция Никак Не рухнет И не перестанет Существовать Понимаете И даже Если у вас Желуди Осыпятся Потому что Мы перекроем Кислород Этим веткам Эти ветки Все равно С корнями Останутся И там Все равно Будут Расцветать Какие-то Другие Эти самые Ветки Прорастать И так далее Поймите это Поэтому Если вы Хотите Заниматься Вот Всей Этой Структурой Приходите На пятый Сезон Я вам Все покажу Теперь Мы переходим К методикам Значит Очень много Вопросов По поводу Методик И все Наверняка Видят Этот сертификат Из Ассоциации Когнитивной Терапии Этот сертификат Когнитивно-аналитической Терапии Это Психологическое Консультирование Это Рефт Альберта Эйлиса И так далее Я к чему Я к тому Что Тут надо Понимать Одну вещь Давайте вернемся Теперь К методикам Я говорил Уже Об этом Выше Не отвлекайте Меня пожалуйста Ребят Окей Методики Все разные Но если Вы Хорошо Понимаете Вот эту Сердцевину Проблемы Невротических Людей Вы можете Обладать Различными Методами Мне нравится Гештальт Мне нравится Когнитивная Терапия Мне нравится Рациональная Мотивная Терапия Мне нравится Психоанализ Фрейда Мне нравится Роджерс Мне нравится Райх Мне нравится Много Кто И я представляю С собой Такую Компиляцию Когнитивная Поведенческая Терапия Хороша Во многих Аспектах Но Если Вы будете Просто Сухо Затачивать Всех Клиентов На Должествование На все Эти убеждения Вы добьетесь Каких-то Результатов Но я Вот вам Хочу На пятом Сезоне Показать Что такое Интегративный Подход Куда Гештальт Куда Анализ Куда Мысление Куда Рациональность Куда Генограмму Куда Образную Терапию То есть Я хочу Вам Показать Много Кейсов И Много Методик Чтобы Вы вышли Из Пятого Сезона И Смогли Понимать Что Просто Сухо Долбить Психоанализ Или Сухо Долбить И еще Что-то Это Немножечко Однобоко Надо Уметь Понимать Себя И про Чувства И про Осознанность И про Мышление И про Поведение И про Тело И про Анализ И про Инстинкты И про Сексуальность И про Половое Влечение И про Принятие Решения И про Лидерство И про Ностижение Результатов Понимаете О чем я Это все Одним Методом Невозможно Дать Пациенту Но Просто Невозможно Потому что Терапия Неврузов Это Очень Всеобъемлющие Изменения Которые Требуют И разности Метода И Харизма Терапевта И его Эмоциональной Опоры На которую Вы Сможете Опереться Терапевт Вот Без Ресурса Без Лидерских Качеств Без Умения Управления С определенными Проблемами Какими-то Страхами Сомнениями Он Физически Не способен Передать Своим Клиентам Это У него Этого Нету И вы Все Прекрасно Знаете О чем Я говорю Вы Понимаете Что этого Нету И это Просто Коробка С эхом Звука Прочитанной Книги Поэтому Выбирайте Книги Которые Вы будете Читать Выбирайте Лучшие Учебники По различным Методам Читайте Фрица Перлса Читайте Александрова Читайте Кавпака Читайте Классиков Основателей Метода Читайте Вильгейма Райха Читайте Вирджинию Сатир Читайте Джудит Бэк Читайте Ту же Самую Сабину Шпилерейн Читайте Того же Банального Корнеги Читайте Наших Российских Специалистов Кавпак Курпатов Этот самый Как его Дедушка Пожилой Дедушка Как его зовут Литвак В годах Мужчина Много Хороших Книг Написано Но Они Все Необходимы Для Не Какофонии А для Синергии Понимаете Да Литвак Да Для Синергии Понимания Куда Что Управлять Понимаете Ведь Когда Пилот Управляет Воздушным Судном Он же Тук Сука Не Жмет Только На Рычаг Двигателями И Штурвал Там Огромное Количество Авионики В Которые Применяются Разные Разные Истории Контроля И Разные Истории Системы Подсчета И Показателей Вот Так же В психотерапии Людей Неврозов Человек Это Инструмент Где Надо уметь Настраивать Его Разные Разные Какие-то Аспекты Поэтому Когда Мне говорят Леша Какой метод Выбрать Что прочитать В идеале Я бы Вот Если бы у меня Была такая Возможность Я бы Пошел На личную Терапию Гештальтерапевту Потом Я бы Пошел На личную Терапию Психоанализа Потом Я бы Пошел На когнитивку Потом Я бы Читал Книги Разных Основателей Методов То есть Я бы Попробовал Огромное Количество Личной Терапии В разных Методах Потом Я бы Прочитал Много Литературы По этим Методам Если бы Я был Клиентом И я бы Из этого Всего Бы Как я Сделал Московский Психоанализ Из этого 18 Кстати Хотите Прочитаю Психиатрия Концепция Методики Психологической Помощи Гештальп Психология Когнитивно Бихевиоральная Психотерапия Эгостенциальный Коммунитический Подход Групповая Психотерапия Семейная Системная Психотерапия Гештальп Психодрама Телесно Ориентированная Арт Терапия Помните Вот эти рисунки Которые Я вам Показывал Вот Вы что Думаете Это очень просто Для интерпретации И вообще Как бы Это откуда Все Теория сексуальных Расстройств Психоанализ Символграмма Методы Тестирования Диагностики Дети и подростки В общем Старайтесь Изучать Много Методов И у вас Получится В голове Если вы Хорошо Анализируете Вот Объем Инструментария Которым Вы можете Шурупить Именно Для понимания Что такое Невроза На все Жизни не хватит Но ты знаешь Мне вот здесь Хватило полтора года И еще Хватило Два-три года Для точки Каких-то Аспектов Я с тобой Не согласен Ты это Обобщаешь Вполне Хватит Семь-десять Лет Для того Чтобы понять И изучить Многие вещи Вполне А это Про изучение Я имею ввиду Где-то Семь-десять лет И вы Неплохо Понимаете Различные методы И вы Неплохо Понимаете Методику Но Все эти Семь-десять-пятнадцать лет Вы ведете Очно Много Пациентов У меня Вчера Было Десять Человек Очно И так Каждый раз И еще Скайп А то Что я веду Семинары Вот Вебинары Это уже Последствия Все поняли Как я это Делаю Я сначала Нарабатываю В личной Консультировании Скайп И очка А потом Я всю Эту Информацию И знания Выдаю Массово В виде Вебинаров Люди Которые Не работают Вот в таком Большом Объеме Не имеют Такого Большого Ресурса Который Можно потом Дать Публично Это просто Пересказ Информации Хотя Я к ним Отношусь Как к людям Очень хорошо Но не ко всем Конечно Тем кто Достойны Чтобы к ним Относились Хорошо Надеюсь Никто там Не обидится Сильно Вот Поэтому Это по поводу Методов И в пятом Сезоне Я уже говорил Будет много Гештальта И много Семейной Системной Терапии Но гештальта Будет больше Там будет Когнитивка Там будет Много Семейной Системной И много Гештальта Я хочу Пятый сезон Сделать больше Про самооценку Про чувства Я хочу Больше Пятый сезон Сделать про Уверенность Про опору Про работу Над эмоциями Мы будем Плакать Потому что Я буду Много Гештальт Экспериментов Проводить А кто знает Гештальт Это всегда Про чувства Это всегда Эксперименты С горячим Стулом У нас будет Не стул У нас будет Такой Очень интересный Эксперимент Который Можно Дистанции Сделать Где мы Порыдаем Про обиду На папу Которого От которого Мы все ждали Тепла Мы все ждали Тепла От того Самого Папы Мы хотели Чтобы он Подошел К нам И сказал Ты молодец Я горжусь Тобой Но что бы мы Не делали Он не подходил Мы будем Плакать Про то Когда мы Сидим Дома И понимаем О том Что Кажись я Никому На хер Не нужен Мы будем Плакать Про то Когда мы Хотели Чтобы к нам Подошли Вечером И сказали Папа Сказал Если что Я с тобой Мы хотели Чтобы папа Нам позвонил И спросил Как ты себя чувствуешь Что у тебя В жизни происходит А не какие-то Банальные вещи Под названием Ну что Когда ты там Это Мы хотели Чтобы папа Интересовался Нами Мы хотели Чтобы мама Вела себя Иначе Мы будем Плакать Про эту обиду Мы будем Плакать Про обиду На братьев И сестер Которым Досталось Как вам кажется Больше внимания Я вам покажу Как это делается Это и есть Психотерапия Все Теперь Вот сейчас Прочувствовали Это Вот этим Мы будем Заниматься Ну уже Видите Ребят А вот я Только Просто Прикоснулся Чуть-чуть Ладонью Скажем так Туда Куда Я Пойду Почувствовали Уже Да А вас Уже Вот Опа То есть Я только Прикоснулся К животу А там же Ай-яй-яй Вот 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 Это Есть Психотерапия Все Теперь Поняли Чем Отличается Говорящая Голова От Психотерапии Спасибо Вам Огромное На этом Эмоциональном Моменте Мы сегодня Закончим Потому Что В принципе Я ответил На многие Вещи И Больше Получилась Лекция Да Такая Немного Даже С углублением Пересматривайте Это видео Оно будет На ютюбе Я вам Обещаю Покажите Это видео На форумах Там Где обсуждают Мою волосатую Спину Покажите Это людям Кто Страдает Вегетатикой Неврозами Паниками И так далее Я понимаю Что у вас У каждого Наверняка Есть Некоторые Вопросы По поводу Каких-то Симптомов Или по поводу Фармакологии Тут Желательно Понимать Что фармакологии Не есть плохо Надо просто Понимать Что в каких-то Случаях Неврозов Мы можем Себе помочь На первом этапе Но В каких-то Случаях Мы можем Обойтись И без Этой поддержки Вот Значит Булат Спрашивает Страх Заразиться Заболеть Незачем Заболеванием Это всегда Про чувство Стыда Булат Это всегда ОКР Про нормативность Тут надо Допускать Что я могу Заболеть Чем угодно Это не значит ТТР И на поведенческом уровне Не мыть Не мыть Не подкреплять Делать наоборот В противоречии Посмотри Вебинар ОКР Пожалуйста Ребята Спасибо вам Всем огромное Страх Навредить Себе Посмотри На ютюбе Страх Сойти С ума Там про это Очень популярно Сказано Это все Про нормативность Артем Посмотри На ютюбе Там Есть Недавно Вышел ролик Страх Сойти С ума Это опасно Будет Рассматриваться На пятом сезоне Все Да конечно Я надеюсь Вам понравилось Спасибо вам Большое Вы потеряли Три часа времени В субботу Я действительно Был эмоционален Как обычно Получили Небольшой Энергетический Заряд От моей Эмоциональности Поставьте Плюсик Вот Не Сейчас закрыли Глаза на мат Просто Вот Поняли Как это Передается На дистанции Про папу Вот Вы были далеко Я даже вас не видел Вот Про папу Про слезы Про эмоции Вы где-то Посмеялись Видели Как было Выстроено Поняли В чем Прикол Вы где-то Посмеялись А где-то Что Вы где-то Посмеялись А где-то Задумались Вы где-то Посмеялись А где-то Заплакали Вот это и есть инструментарии работы над психологией личности людей А не просто пересказ книжек специалистов Спасибо вам огромное Жду вас на пятом сезоне, если хотите Смотрите канал Невроза Мегаполиса Подписывайтесь в Телеграме, на Ютубе Я такой, какой я есть Я могу кому-то нравиться, кому-то не очень Это нормально Но главное, что я такой, какой я есть И вы достигаете результатов Спасибо большое, до встречи, пока